Наконец-то вы выбрались на природу, и впереди вас ждут приятные и размеренные дни прогулок и медитативного отдыха вдали от цивилизации. Вы долго шли и уже забрались довольно далеко. Самое время разбить лагерь. Куда ни посмотри, всюду вокруг лишь густой лес и подходящего места, чтобы поставить палатку, пока не видно. Наконец вы замечаете красивый зеленый участок, на нем совсем нет деревьев, лишь какие-то небольшие и редкие кусты. Вы очень рады, что смогли найти такое уютное место и тут же начинаете ставить палатку. Земля вокруг необыкновенно мягкая и ровная, но вас это не слишком беспокоит. Тем более, что колышки входят в землю как нож в масло. К тому времени, как вы заканчиваете, уже темнеет, поэтому вы забираетесь в палатку и залезаете в свой уютный спальный мешок. Вы просыпаетесь от странного чувства, будто что-то не так. Ощущение, что вы лежите в луже? Вы начинаете извиваться в своем спальном мешке. Да он же просто полностью промок. С невероятной скоростью вы выбегаете из палатки и видите, что она начала погружаться под землю. Оказывается, вы разбили лагерь на болоте. Кстати, вам повезло. Болото не всегда легко определить. Иногда его вообще не видно до тех пор, пока вы не окажетесь уже по колено в грязи и неприятностях. Выбраться оттуда может быть весьма непросто. Мох и корни создают мягкую прослойку, которая медленно затягивает вас. И когда вы попытаетесь вытащить ноги, можно запросто остаться без ботинок. Определить лесное болото довольно легко, если знать, что искать. Если вы находитесь в густых зарослях и видите пышную, залитую солнцем поляну, где не растет ничего, кроме мха и редких кустов, велика вероятность, что это болото. Вы также можете проверить это и осторожно наступить на землю. Если она начнет пружинить, лучше держаться подальше. Еще одна причина, по которой болото может быть опасно, это, как ни странно, лесной пожар. Если вы остановитесь слишком близко к болоту и разведете костер, огонь может быстро распространиться, особенно если будет сильный ветер. В болотах и топе полно смолы, которая скрыта слоями воды и мха. Если она загорится, то потушить ее будет практически невозможно. Всегда держитесь на безопасном расстоянии от любого болота, прежде чем разжигать костер. Еще одна весьма распространенная ошибка при разбивке лагеря в дикой природе – не смотреть вверх. Предположим, вы нашли твердую почву, чтобы поставить палатку, очистили ее от шишек и камней и убедились, что поблизости нет муравейников. Вы же не хотите, чтобы кто-нибудь забрался ночью в ваш спальный мешок. Место, которое вы выбрали, идеально, а дерево, к которому прислонена ваша палатка, защищает вас от ветра и дождя. Вы готовитесь ко сну и выключаете походный свет, и вдруг ваша палатка начинает сотрясаться, будто на вас напал дикий зверь. Сбитые с толку вы вылезаете наружу и видите, что на вашу палатку упала огромная ветка. Самое обидное, что это можно было легко предвидеть, просто нужно было сначала посмотреть вверх, прежде чем разбивать лагерь. Большие гнилые ветки легко заметить, и никогда не стоит ставить палатку прямо под ними. Ветка может упасть в любой момент, и вам очень повезет, если она не порвет вашу палатку и не причинит вам вред. Каждый год десятки туристов совершают такую ошибку и частенько дорого за нее расплачиваются. Взгляд вверх также поможет вам убедиться, что над вами нет осиных гнезд или паучьих сетей. Они могут оказаться даже хуже веток, потому что осы не любят, когда их беспокоят, а пауки могут оказаться ядовитыми. Если вы увидели красивую речку и решили разбить лагерь на берегу, обратите особое внимание на то, где именно вы ставите свою палатку. Если держаться слишком близко к воде, особенно весной или осенью, скорее всего, посреди ночи вы окажетесь на плаву. Всегда заранее смотрите прогноз погоды на день и ночь. Если есть хоть какая-то вероятность дождя, лучше держаться подальше от любых водоемов, особенно рек. Из-за дождя вода может подняться, выйти из берегов, затопить ваш маленький лагерь и испортить вам отдых. Но даже если вы разбили лагерь далеко от воды, дождь все равно может все испортить. Скажем, вы снова находитесь глубоко в лесу, и кроны деревьев защищают вас от непогоды. Осадки все еще попадают на лесную подстилку, но, по крайней мере, все не так плохо, как на открытом месте. На следующую ночь, когда вы разбиваете лагерь в другом месте, вы чувствуете, что земля стала мягкой и упругой. Но это не болото. Просто из-за вчерашнего дождя почва стала рыхлой. Если вы находитесь в таком месте, лучше переместитесь в более твердое место. Дело в том, что мягкая и рыхлая почва может в любой момент поехать. Это движение не так опасно, как если бы вы находились в болоте, но колышки вашей палатки тоже могут ослабнуть, и вы окажетесь погребенными под целой грудой тряпья, которая раньше была вашей палаткой. А если вы решили разбить свой лагерь в уютной долине, и дождь начинается тогда, когда вы уже находитесь там, что ж, самое время приготовиться к приятному плаванию. Вся вода, естественно, потечет вниз и к вашему убежищу, и в конце концов проложит себе путь и под вашей палаткой. Неудивительно, что проснувшись, вы окажетесь в дождевой воде по самую шею. Какое прекрасное место для отдыха! Оно находится на самой вершине холма, так что поблизости нет воды, светит солнце, и нет ни одного дерева, которое могло бы его заслонить. Загар здесь будет просто потрясающим. Ну, по крайней мере, так вам будет казаться первые несколько часов. Но когда вы пробудете здесь чуть подольше, то поймете, насколько ошибочным было это решение. Прямые солнечные лучи могут серьезно нагреть вашу палатку всего за несколько часов из-за материалов, из которых она сделана. И вы почувствуете это, как только заползете внутрь. Скажем, вряд ли вам захочется оставаться там до тех пор, пока не наступит ночь и палатка не остынет. То же самое и с ветром. На открытом месте порывы могут достигать сумасшедшей скорости. И если вы не были осторожно забивая колышки, можно попрощаться со своей палаткой раньше времени. Лучше всего найти место рядом с деревом, которое защитит вас и от солнца, и от ветра. Тем не менее, не поддавайтесь искушению разбить лагерь возле одинокого дерева. Особенно учитывая прогноз погоды. Если надвигается серьезная гроза, одиноко стоящее дерево послужит громоотводом. Нетрудно представить, что будет, если молния ударит в дерево, под которым вы расположились. Эй, а вы можете неплохо от этого подзарядиться. Во время зимнего кемпинга погода может быть еще более коварной. Помните, мы с вами обсуждали прямой солнечный свет? Забудьте об этом. Зимой будет лучше, чтобы солнце светило как раз на вашу палатку. Холод может добраться до вас независимо от того, насколько у вас дорогое или крутое убежище. А в холодное время года ветры, как правило, гораздо более свирепы. Прямые солнечные лучи помогут вам справиться с большей частью холода. Одна из наиболее распространенных ошибок туристов – разжигание костра слишком близко к палатке. Да, материал палатки хорошо проводит тепло, и это здорово. Но он также может легко загореться. Иногда достаточно одной искры, чтобы палатка сгорела дотла. Убедитесь, что между вашей палаткой и костром достаточно места и никогда не оставляйте костер без присмотра. Перед тем, как лечь спать, нужно обязательно потушить огонь, чтобы потом не пришлось просыпаться в пылающем аду. Насекомые могут испортить даже самый увлекательный поход. Комары, муравьи, клещи могут пробраться к вам в палатку, где бы вы ни находились. Поэтому убедитесь, что вы надежно от них защищены. Используйте репелленты для кожи, когда выходите наружу, и ставьте спираль от насекомых рядом со входом в палатку. Однако не ставьте ее слишком близко или внутри палатки. Запах от нее слишком сильный, а еще это может стать причиной пожара. Чтобы избежать проблем с комарами и особенно с клещами, старайтесь держаться подальше от озер, прудов и густых лесов, где могут находиться болота. Комары размножаются в стоячей воде, поэтому участки вокруг таких бассейнов просто изобилуют крылатыми вредителями. Но при ветре им трудно летать, поэтому лучше всего выбирать открытые места, чтобы от них избавиться. Не позволяйте им доставать вас. Если вам вдруг захочется разбудить или обнять большую панду, вспомните, что это очень и очень плохая идея. Даже такие бесстрашные дикие кошки, как снежные барсы, опасаются приближаться к пандам в дикой природе. Животные в зоопарках менее активны, чем их дикие сородичи, но у них все равно есть массивные челюсти и мощные лапы, которыми они могут запросто вас схватить. Мордочка морского леопарда кажется улыбающейся, что вводит в заблуждение. На самом деле эти животные довольно агрессивные охотники-одиночки. Они любят играть в кошки-мышки со своими жертвами, пингвинами, рыбой, кальмарами и даже небольшими тюленями. Не так давно один морской леопард утащил глубоко под воду морского биолога. Эй, хватит играть с едой! Муравьеды питаются насекомыми, цитрусовыми, фруктами и авокадо. У них нет зубов, довольно слабое зрение и плохой слух, прямо как у моего дедушки. Эти животные не агрессивны и стараются держаться подальше от людей. Но если муравьед почувствует опасность, он рассверепеет и будет сражаться до последнего. Встав на задние лапы и балансируя на хвосте, он атакует врага своими когтями, которые настолько мощные, что могут нанести увечье даже ягуару или лендроверу. Альпака выглядит дружелюбно, но она тоже способна постоять за себя. Эти животные плюют на расстояние до трех метров, а в их едкой слюне содержится желудочный сок и пережеванная трава. Также они могут укусить обидчика своими острыми зубами, которые скрыты в глубине рта. Кроме того, мягкими подушечками на ногах они могут дать вам хорошего пинка. Да, скорее всего, вы не получите серьезных увечий, но все же лучше не злить этих симпатяк. Характер тасманийского дьявола обычно проявляется в трех ситуациях. Когда поблизости бродит хищник, когда наступает брачный период и когда животное защищает свою пищу. Ну и если рядом Бакс Бани, конечно. Ой, это же мультик. Как правило, тасманийские дьяволы питаются насекомыми, птицами, лягушками и рыбой и предпочитают не охотиться, а лакомиться падалью. Но если вы вторгнетесь на их территорию, будьте готовы к тому, что вас укусит. У этих животных настолько мощные зубы, что они могут проткнуть даже кость. Слоны очень умны. Они обладают поразительной эмпатией по отношению к сородичам и стараются помогать друг другу. Более того, они могут мстить людям, которые плохо с ними обошлись. Иногда слоны блокируют проезд машин и приходят, в деревни к людям, которые их обидели. Особенно агрессивными становятся самцы в брачный период. Берегитесь их огромных ног, иначе вам не сдобровать. Чтобы защитить себя от хищников, рыбы семейства иглобрюхих могут надуваться и становиться в несколько раз больше. Мой брат тоже так умеет. Ладно, шучу. Большинству животных не стоит даже пробовать на них охотиться. Ведь в одной такой рыбе содержится достаточно яда, чтобы убить 30 человек. И от токсина нет противоядия. Лебеди часто видят в людях потенциальную угрозу. Самцы становятся наиболее агрессивными в период гнездования, который длится с апреля по июнь. Если к гнездам приближаются грибцы или рыболовы, лебеди начинают шипеть и махать крыльями. Советуем вам не игнорировать эти сигналы. Иначе птица может попытаться перевернуть вашу лодку. Помимо людей, только дельфины могут отнять чужую жизнь без логичной причины. Иногда самцы нападают на самок и даже детенышей, причем не ради еды. Если вас преследует разъяренный дельфин, у вас нет шансов, потому что эти животные передвигаются со скоростью 32 км в час. Для сравнения, скорость олимпийского чемпиона по плаванию Майкла Фелпса составляет всего 10 км в час. Медленные лори – единственные в мире ядовитые приматы, и их яд расположен в локтях. Токсин перемещается в рот, когда животные начинают заботиться о потомстве. Плюс к тому лори с помощью своего окраса отпугивают хищников, таких как питоны и ястребы. Если человек вторгнется на территорию медленного лори, тот, скорее всего, его укусит. В результате может появиться сыпь, произойти анафилактический шок или даже что похуже. Несмотря на большой вес и неуклюжесть, бегемоты бегают быстрее людей, и у них намного более мощные зубы. Если вы встанете на пути к водопою, животные могут рассверепить. Перед нападением бегемот начинает зевать или издает звуки, похожие на смех. Немного сбивает с толку, согласны? Синекольчатые осьминоги совсем небольшие, но их яд в тысячу раз сильнее цианида. Как правило, они используют его при охоте на креветок, крабов и небольшую рыбу. Когда животное чувствует опасность, кольца начинают предупреждающе светиться. Если вы проигнорируете этот знак, осьминог может вас укусить. Есть вероятность, что вы ничего не почувствуете, но уже через пару минут вас ждут тошнота, немение, потеря сознания и двигательные нарушения. Так что будьте аккуратны. Географические конусы. Довольно опасные создания. Эти улитки вонзают в жертву зуб, похожий на гарпун, и впрыскивают яд. Если вас укусит небольшой конус, ощущения будут похожи на укус пчелы. А если вы наткнетесь на крупную особь, вам грозят онемения, паралич мышц, проблемы со зрением и дыханием. Канадские казарки живут по соседству с людьми, но все же они не любят, когда к их дому приближаются, особенно в брачный сезон. В это время самцы, почувствовав угрозу для самок или потомства, могут начать гнаться за людьми и даже кусаться. Если не хотите, чтобы на вас напала злая птица, просто держитесь от казарок подальше. И в дикой природе, и в городах у белок очень много врагов. Их главные средства выживания – это скорость и ловкость. Как правило, белки не опасны, однако они все же дикие животные и могут вести себя непредсказуемо. Будьте предельно осторожны. Эти животные кусаются и являются переносчиками множества инфекций, например, бешенства. Чаще всего белки нападают на домашних животных и детей, но могут укусить и взрослого человека. Чтобы обезопасить себя любимого, держитесь позади питомцев и детей. Ладно-ладно, я просто шучу. Если вдруг увидите, что кенгуру встает на задние лапы, лучше оставить его в покое. Животное видит вас с угрозой и таким образом предупреждает. Кенгуру – профессиональные боксеры, и у них очень мощные ноги и длинные когти. Чтобы увеличить силу удара, животные подпрыгивают в воздухе. Учтите, так они могут сломать человеку кость. У утконоса нет зубов, а питается он в основном насекомыми и моллюсками. Это один из двух видов млекопитающих, которые откладывают яйца. Не стоит недооценивать этих странных существ. Лапы самцов утконоса оснащены острыми шипами, яда которых хватит, чтобы убить собаку. Большую часть жидкости коалы получают из листьев эвкалипта, а защищают животных их острые зубы и когти. Если вы вдруг слишком крепко обнимете коалу, она может вас поцарапать и занести в рану инфекцию. Еноты могут с легкостью адаптироваться к любой местности. Как правило, они не нападают на людей, но могут нанести вред вашему дому и чем-нибудь вас заразить. Они готовы на все, чтобы раздобыть себе еды и постоянно роются в помойках и гнездах птиц. Там-то животные и подхватывают разные инфекции. Помимо всего прочего, раны, нанесенные енотом, довольно долго заживают. Если вдруг бобр решит, что вы представляете угрозу для его плотины, он начнет хлопать по воде хвостом. Если вы проигнорируете этот сигнал, животное может пустить в ход свои острые зубы. Так что лучше держаться от бобров подальше и не подходить к их плотинам. Большую часть времени выдры проводят плавая на спине. Как правило, они оставляют вокруг много мусора в виде рыбных объедков, которые привлекают насекомых. А как вы знаете, насекомые являются переносчиками всевозможных болезней. Кроме того, у выдр очень острые зубы, которые они в любой момент готовы пустить в ход. Казуар – самая опасная птица на планете. Некоторые особи могут весить как взрослый человек. К тому же у казуаров мощные ноги и острые когти. Если такая птица погонится за вами, она сможет развить скорость до 48 км в час. К счастью, казуары предпочитают не ввязываться в драки. Однако, если не хотите, чтобы на вас напали, держитесь на расстоянии и не провоцируйте этих гигантов. Поняли? Отлично! Если вас спросят, какая птица самая опасная в мире, вы, наверное, сразу подумаете об орле или стервятнике. Но оказывается, это казуар. Он может причинить намного больше вреда, чем любой другой представитель пернатых. Самые крупные особи достигают высоту роста среднестатистического человека и весят почти столько же. Эти упитанные птицы не умеют летать, зато очень быстро бегают. Так что вам от них не скрыться. И не думайте лезть в воду, ведь, помимо прочего, казуары – превосходные пловцы. Бегая, они развивают скорость до 50 км в час, так что вам понадобится машина, чтобы оторваться от разозлившейся птицы. Но не переживайте, нападают к казуары крайне редко. Лебеди-шипуны – грациозные создания. По крайней мере, мы привыкли так считать. Но лучше не трогать эту птичку весом до 13 килограммов. Ведь у нее в перьях прячутся острые шпоры, которые могут покалечить любого противника. Размах крыльев лебедя достигает двух с половиной метров, и лебедь может запросто вас ударить, а также покусать. К шипу нам вообще лучше не приближаться. Они часто нападают на людей, особенно если переживают за потомство. И пусть название не сбивает вас с толку. Лебеди не только громко шипят, но и издают звуки, похожие на лай. Оно к лучшему. Такое предупреждение сложно пропустить мимо ушей. У людей из сорок всегда были странные отношения на грани любви и ненависти. Порой эти птицы ведут себя агрессивно. Однако, если вы прикормите сороку, она может стать хорошим другом. Сороки распознают лица людей и вернутся к вам на балкон, если вы разок дадите им что-то вкусненькое. Если же вы обидите сороку, она это тоже запомнит. Так что поберегите глаза. Считается, что пеликаны могут пожертвовать собой, защищая потомство. А еще они глотают свою добычу не жуя. Вы, конечно, не рыба и проглотить вас не удастся, но все же держитесь подальше от гнезд пеликанов. Вы ведь не хотите, чтобы вас покусали? А у этой птицы даже название пугающее. Китоглав. Весьма крупный. Он достигает высоту полутора метров. Это чуть ниже роста среднестатистического человека. Неудивительно, что он может вступить в схватку с крокодилом. Ладно, с детенышем крокодила. Зато китоглав способен победить его за счет одного единственного удара мощным клювом. Все еще не боитесь? Помимо прочего, эта птица издает леденящий кровь с трехот, похожий на звуковые эффекты из боевика. Если вы полагаете, что страусы трусы и не представляют опасности, вы дважды ошибаетесь. Во-первых, они не прячут голову в песок. Это оптическая иллюзия. А как по-вашему они смогли бы дышать? Во-вторых, страусы очень ответственные родители. И если вы вдруг решите приблизиться к их детенышам, они кинутся защищать птенцов. Берегитесь, ведь эти птицы тяжеловесы разгоняются до скорости автомобиля, движущегося по городу. Еще не испугались? А стоило бы. Страус – ближайший родственник тираннозавра Рекса. Как и курица. Гуацины кажутся безобидными, если не брать в расчет их отвратительный запах. Но сейчас не об этом. Однако крылья у этих детенышей оснащены мощными когтями. Эти когти защищают маленьких птиц от хищников, а также помогают карабкаться по деревьям, если малыши вдруг выпадут из гнезда. Когда гуацины вырастают, когти выпадают, прямо как молочные зубы. Иногда размер не имеет значения. Если бы вы стали калибри, вам пришлось бы съедать по 150 килограммов еды в день, чтобы поддерживать нормальный вес при таком быстром метаболизме. А ваша продолжительность жизни сократилась бы до 3-5 лет. Если вы хоть раз красили волосы, у вас намного больше общего со стервятником. Чем вы думаете? Ведь мы – люди, и эти птицы – единственные виды, которые намеренно используют краску. Стервятники красят перья красной землей, чтобы показать свое превосходство над другими птицами. А мы… просто любим перемены. Калифорнийские кондоры достигают впечатляющих размеров. Размах их крыльев равен 3 метрам. Эти птицы потенциально опасны для людей, но вероятность, что вы их встретите, стремится к нулю. В США насчитывается всего около 200 особей. Представьте, что вы хотите взять что-нибудь вкусненькое из холодильника, но не видите, что в нем лежит. Если бы вы были земляным дроздом, вы бы в таком случае… испортили воздух. Звучит ужасно. Но именно так эти птицы ищут прячущихся дождевых червей. Они устраивают газовую атаку, и испуганные черви выползают на поверхность и становятся легкой добычей. Зажмите нос и пожелайте себе приятного аппетита. Так, давайте немного сменим тему и взглянем на небо. Вы наверняка не ожидали увидеть в этом списке ядовитую птицу, но тем не менее, встречайте! Перед вами двухцветная дроздовая мухоловка. Ученые поняли, что эта птичка ядовита, когда после контакта с ней у них начали неметь и гореть руки. В перьях мухоловки содержится токсин, но птицы не производят его сами, а получают с жуками, которых едят. А как вам шпорцевый гусь? Он тоже ядовит и получает яд из жуков на рывников. До такого гуся можно дотрагиваться, а вот есть его не стоит, иначе вы рискуете отравиться. Дело в том, что токсин остается в мясе даже после приготовления. А вот еще одна птичка, которую мы не рекомендуем есть. Обыкновенный перепел. Не путать с немым перепелом, которого держат в качестве домашней птицы. Обыкновенные перепелки могут быть очень ядовитыми, и их токсин иногда приводит к таким серьезным последствиям, как почечная недостаточность. Всему виной растения, которыми питаются птицы. Есть и хорошие новости. Обыкновенный перепел ядовит только во время миграции. Однако, если сомневаетесь, лучше не подавать его к столу. Так вы точно убережете себя от боли в мышцах. Если увидите милую полярную сову, скорее прикрывайте глаза и бегите. Да, эти совы выглядят безобидно, но у них острые, как бритва когти, и они готовы пустить свое оружие в ход в любой момент. Как правило, птицы целятся в наиболее уязвимые места, такие как голова, глаза. В общем, вы поняли, с белой совой шутки плохи. Еще одна птичка, с которой лучше не связываться – сорокопутовая мухоловка. Только взгляните на это милое создание с невинными глазами. Но не дайте себя одурачить. Запомните, как выглядят эти птицы, и никогда не прикасайтесь к ним. Они так же ядовиты, как печально известные лягушки-древолазы. Синеголовая ифрита не может похвастаться большими размерами. Зато у нее есть токсин, который делает ее практически неуязвимой. Эта птица питается только определенным видом жуков, в которых и содержится яд. Если вы коснетесь ифриты, произойдет интоксикация, и вы почувствуете онемение. Этих птиц нельзя употреблять в пищу, так как их токсин не боится термической обработки. Беркуты – настоящие силачи в мире птиц. Они могут поднимать воздух до 1 килограмма 800 граммов и запросто взлетают, неся с собой черепах и прочую добычу. Некоторые из этих могучих птиц настолько сильны, что могли бы украсть младенца. Но, к счастью, таких случаев никогда не происходило. Кстати, в Монголии люди используют беркутов для охоты на волков. Канадские казарки живут бок о бок с людьми, но все же настораживаются, когда мы приближаемся к местам их гнездования. Особенно в брачный сезон. Если в этот период казарка почувствует исходящую от человека опасность, она может напасть на непрошенного гостя и даже покусать его. Если не хотите, чтобы за вами погналась разъяренная птица, начните медленно отступать назад. Какие могут быть проблемы от чайек? Ну, за исключением падающих с неба сюрпризов. Вообще-то, эти птицы весьма агрессивны. Но, как и другие представители животного мира, чайки не нападают просто так. Поэтому советуем вам их не трогать и держаться подальше от их гнезд. Когда человечество, наконец, изобретет машину времени, будьте особенно осторожны с птицами прошлого. Велоцирапторы, как и остальные динозавры, давно вымерли. У них были когти и перья, поэтому их можно отнести к птицам, а не к ящерам. Кстати, именно их острых когтей вам стоит опасаться, ведь они могут разрезать что угодно. И будьте осторожны, если вдруг отправитесь в будущее. Кто знает, кого вы там встретите. Однажды рука Росса Макферсона, подростка из Шотландии, внезапно покраснела и начала сильно болеть. Вскоре появился болезненный волдырь размером с апельсин. Из-за этого Россу стало трудно даже одеваться. Дискомфорт был невыносимым, и ему потребовалась помощь врачей, чтобы избавиться от этого кошмара. Оказалось, что он случайно задел рукой безобидное на вид растение, когда катался на велосипеде возле своего дома. Весь этот кошмар был вызван гигантским борщевиком, который оказался очень опасным. Гигантский борщевик – это группа ядовитых растений, самых опасных в Великобритании. Удивительно, но это растение относится к семейству морковных. Изначально оно произрастало на Кавказе. Людям оно очень понравилось за внушительную высоту – более 5 метров и приятный внешний вид. Они начали высаживать его в садах, и вдруг выяснилось, что растение очень ядовито. К 80-м годам прошлого века борщевик был официально запрещен в садах Англии. Обычно он растет у рек и каналов, но в последнее время стал появляться и в парках. Люди замечают его по всей Великобритании. В последние годы, когда все стали проводить больше времени в своих садах, это растение привлекло к себе еще больше внимания. Он похож на более высокого и опасного кузена коровьей петрушки или болеголова. У него тоже длинные стебли и пучки белых листьев, но стебель довольно широкий, с большим белым цветком в форме зонтика на вершине. Чтобы понять разницу, обратите внимание на его листья. Они выглядят острыми и разделенными около 2 метров в ширину. Стебли толстые и щетинистые, с жесткими белыми волосками и полыми гребнями. На стеблях можно заметить пурпурные пятна, как у болеголова, но это растение вырастает гораздо выше и у него меньше листьев. Его цветочные головки могут достигать полуметра. Сок этого растения может сильно вам навредить. В нем содержится химическое вещество фурокумарин, которое делает вашу кожу очень чувствительной к солнечному свету. Он также может вызвать сенсибилизацию, делая организм чувствительным к солнечному свету даже спустя годы. Так что если фурокумарин окажется на вашей коже и вы выйдете на солнце, у вас могут образоваться сильные ожоги с волдырями, которые будут заживать вечно. Часто люди остаются со шрамами, которые не проходят на всю жизнь. И беспокоиться нужно не только об ожогах кожи, если сок попадет вам в глаза, вы можете даже ослепнуть. Особенно осторожным следует быть летом, когда борщевик наиболее активен. Помните, что вы можете пострадать от него даже в одежде или обуви, поэтому старайтесь держаться подальше от всего, что выглядит подозрительно. Симптомы могут включать сыпь, зуд и болезненные волдыри. Если вы поняли, что случайно поранились этим растением, немедленно обратитесь к врачу, особенно если видите волдыри. Первая помощь заключается в том, чтобы промыть пораженное место водой с мылом и закрыть его от солнца. Есть и другие очень ядовитые растения, которые могут прятаться в вашем саду или поблизости, но выглядеть при этом безобидно и красиво. Не обманывайтесь великолепием на перстянке. Это растение содержит дигитоксин, который используется в медицине для стимуляции работы сердца. Все части на перстянке ядовиты. Если вы съедите ее листья, у вас может заболеть живот, начаться тошнота, рвота или что-то еще хуже. В серьезных случаях у вас может испортиться зрение и появятся проблемы с сердцем и почками. Послен. Еще одно из самых ядовитых растений. Не ешьте его. Всего несколько его ягод содержат трапановые алкалоиды, которые могут быть смертельно опасны для человека. Это растение относится к семейству томатных. Его можно встретить в лесах, хотя сейчас оно встречается не так часто, как раньше. Семейство довольно обширно. В него входят томаты, картофель, чили, баклажаны, перец и белина. Несмотря на пугающую природу растения, из него можно получить противоядие от нервно-паралитического газа. Так что, несмотря на свою опасность, оно обладает уникальными свойствами и может использоваться в медицине. И, наконец, встречайте болиголов водяной, известный также как ядовитый пастернак. Это растение водится вблизи рек и озер. Как можно догадаться по названию, оно связано с болиголовом, другим ядовитым растением. Болиголов сам по себе очень опасное растение. Если его съесть, все может закончиться летальным исходом. К тому же он содержит 5 алкалоидов, которые могут привести к тяжелому проличу нервной системы. Еще хуже то, что его часто можно встретить в дикой природе вблизи довольно густонаселенных районов. Однако эти два растения живут в разных местах и имеют разные токсины. Все части болиголова водяного, включая клубни, стебли и листья, содержат сильный яд под названием энантотоксин. Этот яд поражает центральную нервную систему и может вызвать серьезные судороги. Так что с обоими и этими растениями лучше не связываться. Это только относительно ядовитые растения, но есть и те, которые считаются самыми опасными в мире. Аконит, также известный как монашеское дерево или дьявольский шлем, один из самых ядовитых в Европе. Простое прикосновение к нему может быть опасным из-за его мощного нейротоксина. Монцинеловое дерево произрастает в Южной и Северной Америках. Сок этого дерева может обжечь кожу. Его листья и плоды смертельно опасны. Касторовое растение родом из Африки. Семена этого кустарника содержат рицин, токсин, который, как говорят, в 6000 раз более ядовит, чем цианин. Но у него есть и плюс. Из его семян можно добывать касторовое масло. Семена чёточника молитвенного используются в украшениях, но они содержат токсин под названием Абрин, который очень ядовит. Поэтому будьте осторожны с такими аксессуарами. Алеандр. Распространенное декоративное растение. Однако в нем содержатся токсины, которые делают его ядовитым. Хотя отравления случаются часто, к счастью, растение настолько горькое, что никто не может есть его в больших количествах, поэтому смертельные случаи редки. Гимпи-гимпи. Растение из Австралии, Индонезии и Малайзии. У него забавное название, но его жгучие волоски вызывают сильный дискомфорт, длящийся месяцами и даже годами. И, наконец, картофель. Хотя и не такой ядовитый, как другие, может быть вредным. Зеленая часть картофеля содержит такие токсины, как солонин и хаконин. Избавиться от ядовитых растений в саду очень важно, даже если этого не требует законодательства. Особенно потому, что они могут распространиться в дикой природе, и тогда у вас действительно могут возникнуть проблемы с законом. Вот что вы можете сделать, чтобы удалить эти растения безопасно. Во-первых, наденьте защитную экипировку, перчатки и маску для лица. Полностью закройте кожу и убедитесь, что к ней ничто не сможет прикоснуться. После этого убедитесь, что средства защиты утилизированы или сразу же тщательно вымыты. Следите за тем, чтобы не допустить цветения ядовитых растений. Старайтесь избавляться от них, пока они маленькие, и выдергивайте их, пока почва влажная. У больших растений, возможно, придется разрыхлить корни граблями. Если речь идет о большом участке, лучше доверить это профессионалам. Наконец, избавляйтесь от растения аккуратно. Не выбрасывайте его где попало, так как оно может пустить корни в другом месте и создать еще больше проблем. И будьте начеку в будущем, так как растение может произвести много семян. Не стоит паниковать, если вы увидели ядовитые растения в своем саду. Просто будьте осторожны и примите меры, если обнаружите их на своем участке. Лучше прибегнуть к помощи профессионалов. К счастью, смертельные случаи очень редки, и даже если вы случайно прикоснулись к растению, с вами все будет в порядке, если вы как можно скорее обратитесь к врачу. Но почему некоторые растения так опасны? Все дело в химии и в эволюции. Растения вырабатывают токсины, чтобы защитить себя от поедания животными. Если растение чуть более токсично, чем его соседи, у него больше шансов выжить, потому что животные будут его избегать. Интересно, что большинство растений стали ядовитыми, чтобы отпугивать крупных древних животных, таких как шерстистые мамонты или зубры, а не людей. Поэтому эти токсины часто не были смертельными. Растение хотело лишь ухудшить самочувствие тех, кто его ел, чтобы животные перестали быть для него опасными. Сейчас все крупные животные вымерли, и никто не представляет для них опасности. К сожалению, они уже эволюционировали, поэтому все, что мы можем сделать, это держаться от них как можно дальше. Вы прогуливаетесь по берегу реки. Здесь тихо, если не считать журчание воды. Горячее солнце американского штата Джорджия припекает вам шею. В этот момент вы замечаете на земле нечто странное. Похоже на черную монетку небольшого размера со странным узором. Вы наклоняетесь, чтобы разглядеть ее поближе. Но монетка ли это? Эта штука напоминает древнюю печать с каким-то символом. Наверное, она принадлежит какой-то потерянной цивилизации. Вы сможете продать ее и заработать целое состояние. Вы опускаетесь на колено, чтобы поднять найденное сокровище. Но едва коснувшись его, вы с пуги отдергиваете руку. Эта штука волосатая. Вы пытаетесь подобрать находку еще раз, раскапывая грязь вокруг пальцами. Но в этот момент артефакт начинает двигаться. Сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Оно так громко бьется, что вы слышите его в своей голове. Вас охватывает ужас, когда монетка сама отрывается от земли. Это не древнее сокровище, а огромный паук. Если точнее, паук-люк или циклокосмия. Жесткий нарост в форме монеты на задней части его тела служит щитом. Восьминогий ужас роет землю и блокирует вход в нору, не подпуская к себе голодных врагов или любопытных двуногих гигантов. Этот паук ядовит, однако его укус не опасен для человека. Повезло. Но это не значит, что вы ничего не почувствуете. Лучше держитесь подальше от его клыков, огромных как клещи. Да, разбогатеть не вышло. Возможно, удача ждет вас в мексиканской Нижней Калифорнии. Вы идете по высохшей земле и замечаете впереди длинный белый шнурок. Вы подходите ближе. Напоминает невероятно длинного червя, думаете вы. Но существо двигается совсем не как червь, которых вы видели раньше. Тут вы замечаете, что у него есть лапы и голова. Бледное создание с черными бисерными глазами – кротовая ящерица Айелот. Она живет под землей рядом со своим кормом, насекомыми и термитами. Ящерица редко выходят наружу. Нам очень повезло встретить эту причудливую рептилию. Теперь вы оказываетесь в тропическом лесу на северо-востоке Австралии. Впереди вы видите нечто большое и круглое, наполовину скрытое деревьями. Таинственная фигура, лежащая на земле, покрыта черной шерстью. Сначала кажется, что это медведь, свернувшись во сне. Но этого не может быть. Откуда в Австралии медведи? Вы пробираетесь ближе, и под ногой хрустит веточка. Загадочное существо слышит вас и встает на ноги. Оно поворачивается к вам, и вы видите странную, но красивую птицу. На самом деле черная шерсть – это толстый слой длинных тонких перьев. У грозной птицы ярко-синяя голова с большим рогом. А еще у нее пара мощных лап с кинжалообразными когтями, размер которых не меньше вашей руки. Если бы не перья, птицу можно было бы принять за велоцираптора. Но на самом деле это казуар – самая опасная птица в мире. Такая птичка сможет перепрыгнуть через вашу голову, если захочет, или просто пнуть в грудь. А силы ее удара достаточно, чтобы сломать кость. Стоит ли говорить, что когти птицы могут разрезать что угодно, как масло? Эта птица создана, чтобы охотиться и избегать охотников. Даже не думайте бегать с ней на перегонки, если только вы не способны бежать со скоростью более 48 км в час. Вода в озере вас тоже не спасет. Казуар отлично плавает. Лучше медленно отступить и надеяться, что он не последует за вами. Еще одно существо, которое подтверждает, что лучше не трогать руками ничего подозрительного – это муравей-панда. Название говорит за себя. Пушистое черно-белое насекомое напоминает бамбукового медведя. Этот бархатный малыш живет в лесах Чили, но не спешите гладить пушистого муравья. К тому же перед вами вовсе не муравей, а разновидность осы. Черно-белый окрас служит одной цели – предупреждать недругов о мощном жаре насекомого. А если этого будет недостаточно, оса начнет пищать. Нам людям это кажется милым, хотя звук предупреждает о том, что грядет болезненный укус. Эти насекомые-одиночки, они не живут колониями и не строят гнезд. Они также являются паразитами. Самка-муравья-панда откладывает яйца рядом с личинками другого насекомого, будущим источником пищи для вылупившихся малышей. Думаю, вы видели насекомых, похожих на листья и веточки. А как насчет создания, напоминающего прекрасную орхидею? Вы можете встретить этот пахнущий цветок в лесу или на зеленом лугу среди других растений. Но убедитесь, что это точно цветок, прежде чем его нюхать. Иначе вы рискуете быть укушенным богомолом. Орхидейного богомола почти невозможно отличить от цветка. Насекомые имеют бело-розовый окрас, а его лапы и когти копируют форму лепестков. Богомол использует свое сходство с растением, чтобы прятаться от хищников и охотиться на насекомых, которые предпочитают орхидеи. Бабочка или пчела подлетает к цветку, но внезапно один из лепестков начинает двигаться. Ничего не подозревающий обет может решить, что это просто ветер. Но внезапно лепесток превращается в острый коготь и хватает насекомое. А теперь представьте, что вы в джунглях Коста-Рики. Вы замечаете коричневую змею на ветке дерева прямо перед вашим лицом. Кажется, она вот-вот атакует. Вы хотите убежать подальше, но понимаете, что змея необычно короткая. Вдобавок она не нападает на вас. Вы ждете, но змея все еще смотрит. И не шипит. К счастью, вам ничего не угрожает, ведь это не змея, а гусеница. Гусеница бражника может менять форму своего тела и изображать опасную змею. Это отпугивает голодных неприятелей. Цвет и рисунок ее кожи имитируют чешую и глаза змеи. Насекомое даже умеет двигаться, как рептилия. Настоящий мастер маскировки. Теперь перемещаемся из жарких джунглей в Центральную Европу. Вы посреди залитого солнцем зеленого лука. Вокруг цветут цветы, поют птицы и жужжат пчелы. Однако некоторые с пчелами не являются. Самозванца отличить непросто. Но если вы присмотритесь получше, то заметите жужжалу. Насекомое напоминает шмеля, но на самом деле это злейший враг пчел. Жужжала проникает в пчелины улей и откладывает там яйца. Вылупившись, личинки начинают поедать пчел и нектар. Черно-желтый окрас позволяет злоумышленникам оставаться незамеченными. Камуфляж также отпугивает врагов. Никто не осмелится тронуть эту муху, опасаясь шмелиного укуса. Следующий пункт нашего путешествия – джунгли на юге Таиланда. Будьте очень осторожны и смотрите под ноги. Не из-за того, что наш следующий герой ядовит или кусается. Просто вы можете случайно наступить на него. Опавшая листва со временем становится серо-коричневой. Среди этих листьев можно не заметить малазийскую рогатую носатую чесночницу. Форма тела, окрас и особенно остроконечные наросты над глазами – все это позволяет амфибии превосходно прятаться среди опавшей листвы. Лягушка может часами сидеть на одном месте в ожидании следующей трапезы – хрум. Теперь вы в саду. Перед вами красивый пестрый цветок и маленькая птичка. Птица так быстро машет крыльями, что их невозможно рассмотреть. Увидев длинный клюв, напоминающий иголку, вы начинаете думать, что перед вами калибри. Но оказавшись ближе, вы понимаете, что это не птица, а насекомое. К счастью, языкан обыкновенный не ядовит и вас не ужалит. Это милое маленькое насекомое просто украшает сад своим присутствием. Некоторые люди специально выращивают растения, богатые нектаром, чтобы привлечь этих бабочек. Кстати, прекрасная идея. Это колючее дерево умеет стрелять, так что лучше держаться от него подальше. Оно называется песочница и встречается в Амазонии. Сначала его семена формируются в форме небольшой тыквы, и со временем они созревают и затвердеют. Но после этого начинается самое интересное. Достигнув пика зрелости, семена лопаются и вылетают со скоростью 240 км в час на расстояние до 18 метров. Вот почему так рискованно находиться рядом с этим деревом, не говоря уже о том, что его семена ядовиты. Некоторые деревья растут не совсем вертикально, но полностью согнутое дерево, ветви которого даже касаются земли, это зрелище нельзя пропустить. Такое дерево под названием Эль Арбл де Ла Сабина произрастает в Испании, и его форма зависит от ветра. Из-за этого оно не только часто имеет странную форму, но и может полностью менять ее в разные времена года. Это гибкое дерево вырастает до 8 метров в высоту и может расти в самых невероятных местах, например, на скалах. Как насчет дерева, которому столько же лет, сколько динозаврам? Сосна Волемия встречается в голубых горах Австралии. Ему более 200 миллионов лет, так что легко поверить, что вокруг него могли бродить динозавры. Эти деревья находятся под угрозой исчезновения, и сегодня в дикой природе насчитывается всего 100 экспонатов, поэтому их местонахождение не раскрывается. Они очень важны для науки, так как их изучение может помочь нам узнать что-то новое о прошлом Земли. Кора дерева может рассказать нам о различных температурных периодах или о воздействии разных химических веществ. Древо жизни получило такое название из-за того, что способно выдерживать сложные условия и процветать. Дерево Просопис Цинерария растет в пустыне окраине Бахрейна, имеет очень глубокую корневую систему, которая позволяет ему выживать в условиях палящего зноя. Ученые до сих пор не могут понять, как ему удается получать достаточное количество воды. Это место ежегодно посещает более 50 тысяч туристов. Индия Дормида. В Панаме это горная местность по форме напоминающая тело спящей девушки. Это часть более крупного массива Эльвелия-де-Антон, рядом с одним из крупнейших обитаемых спящих вулканов в мире. И там есть странные деревья. Они квадратные. Даже их кольца, то есть внутренняя часть их стволов, имеют одинаковую форму с острыми краями, а иногда даже с идеальными углами в 90 градусов. Исследователи брали образцы деревьев и сажали их в другом месте, чтобы посмотреть, сохранят ли они ту же форму. Этого не наблюдалось, так что стало ясно, что форма деревьев связана с самой долиной. Некоторые полагают, что местный фермер, возможно, изначально посадил деревья в ящики, чтобы они росли таким образом, чтобы в будущем сократить количество отходов. Ведь круглые деревья часто обрезают на части с острыми углами. Одно из самых старых и больших деревьев в мире растет в Национальном парке Секвоя в США. Оно называется Генерал Шерман, и его высота 84 метра, почти как у Статуи Свободы. А его окружность составляет около 31 метра. Возраст дерева составляет от 2300 до 2700 лет. Да, оно очень старое. В мире есть много красивых деревьев, но особенно поражает воображение радужный эвкалипт, растущий на Филиппинах. Из-за разноцветных слоев коры он выглядит так, словно его раскрасили вручную. Это дерево сбрасывает свои слои неравномерно, поэтому на нем можно увидеть сразу много цветов – зеленый и синий, фиолетовый и оранжевый. И, наконец, разные оттенки коричневого. Хотя дерево очень красивое, оно используется для изготовления обычной бумаги. В Намибии есть дерево, которое также имеет странную форму и довольно опасно – бутылочное дерево или бакарнея. Его так прозвали из-за формы – круглый ствол, который сужается к вершине. Сок этого дерева чрезвычайно ядовит. Легенда гласит, что раньше местные охотники обмакивали в него свои стрелы для большей эффективности. Во время цветения дерево выглядит очень красиво – с розово-белыми цветами, с красной серединкой. Обычно в кривом дереве нет ничего особенного, но когда их целый лес, то это уже загадка. Рядом с польским городом Грифино находится лес, состоящий из 400 деревьев очень странной формы. Они были изогнуты с помощью механического вмешательства, но их назначение и по сей день остается загадкой. Некоторые говорят, что деревья предназначались для изготовления мебели или для строительства лодок, но по какой-то причине лес был заброшен. Хлопковое дерево можно увидеть у древних камбоджийских храмов Топром. Его массивные ветви свободно росли над сооружениями в течение многих веков, начиная с 12-го. Храмы были восстановлены и теперь они доступны для туристов. Драконовое дерево растет на Канарских островах, на северо-западе Африки. Местные жители верили, что когда дракон умирает, он превращается в дерево. Высота дерева около 15 метров. Оно получило название из-за красного сока, который можно собирать прямо из коры. Этот сок и сегодня используется в качестве красителя и в медицине. Одно из самых больших и старых деревьев в мире – Баобаб Санлен. Его высота составляет 22 метра, а окружность – 47 метров. Он находится в Южной Африке. Самое поразительное, что внутри это дерево полое. Еще в 1933 году внутри него построили небольшую комнату, которая могла вместить до 20 человек. А сегодня там могут разместиться уже 60. А возраст дерева насчитывает более 6000 лет. Береза серебристая распространилась по Скандинавии и Северо-Восточной Европе и нашла способ отражать свет. Ее кора стала светлее и в холодное время года, когда ее ветви замерзают. Это зрелище переносит нас в зимнюю страну чудес. А еще она установила партнерские отношения с грибом, который соединяется с ее корнями и собирает питательные вещества, до которых сами деревья добраться не могут. За эти услуги дерево дает грибку сахар. Этот компаньон березы опасен и несъедобен. Гриб легко узнаваем по классической алой головке с белой посыпкой. Большой праздник, который нельзя пропустить – сезон цветения сакуры в Японии. Розовато-белый цветок глубоко укоренился в японской культуре, идя рукооб руку с местным эстетическим принципом мононуаваре, что можно перевести как «печальное очарование вещей, жизни или мира». Если вы когда-нибудь побываете в Японии, вы увидите, что символ цветущей сакуры встречается повсюду, начиная с логотипов компаний и заканчивая одеждой или предметами домашнего обихода. В национальном парке Йосемити в Калифорнии росла удивительная древесная структура, которая превратилась в туннель. Это была огромная секвойя, достигавшая 84 метров в высоту. Ее прозвали Уавона, что у индейцев означает «уханье событий». Дерево упало в 6 69 году из-за сильного снегопада, но сохранилось как экосистема для животных, растений и насекомых. Теперь его называют «упавшее туннельное дерево». Вид деревьев, известный как пенантия байлиза, является самым редким растением на Земле. В книге рекордов Гиннесса зафиксировано единственное такое дерево у берегов Новой Зеландии. Оно не всегда было единственным, но однажды на остров завезли коз, которые их основательно поели, и сейчас ученые ищут способы их разведения. Почему бы не искупаться в пруду в жаркий летний день? Вы окунаетесь в освежающую воду и наслаждаетесь легким ветерком. Все прекрасно. Вдруг темная тень проплывает под поверхностью. Вы думаете, что это лист, и не обращайте на нее внимания, пока тень не кусает вас прямо в большой палец ноги. Выбежав из воды, вы понимаете, что стали жертвой нападения гигантского водного клопа. Вам не повезло встретиться с Белостомой, или, как ее иногда называют, клещом-аллигатором. Укус этого монстра не опасен для жизни, но довольно неприятен. Поскольку гигантские водяные клопы обитают по всему миру в пресной воде, их укусы встречаются чаще, чем хотелось бы. В следующий раз будьте начеку. Вот что вам нужно знать. Гигантский водяной клоп вырастает до 10 сантиметров. Согласно книге рекордов Гиннесса, это самое крупное водное насекомое на Земле. Считается, что его укус одна из наиболее болезненных травм, которую способны нанести клопы. Хотя водных клопов можно встретить по всему миру, они особенно распространены в Северной Америке. Они сливаются с ландшафтом, их темно-коричневое тело имитирует болотную листву. Неудивительно, что вы ничего не заподозрили. Водные клопы-хищники. Обычно они охотятся на мелкую рыбу, головастиков и насекомых. Но известны случаи, когда они побеждали и более крупную добычу, например, змей и даже черепах. Хорошо, что вы крупнее черепахи. У некоторых видов клопов самки откладывают яйца прямо на спину самца. Затем он повсюду носит их с собой. Звучит мило, но выглядит, к сожалению, отвратительно. И еще одна плохая новость. Водные клопы, вопреки своему названию, умеют летать. Так что ждите атаку не только снизу из воды, но и сверху. Пока вы переводите дух на берегу, кто-то садится вам на плечо. Быстро смахните его! Это овод! Оводы – злобные насекомые, которые прикрепляют свои яйца к комарам. Затем те передают их людям. Тепло тела создает идеальную среду для инкубации. Вылупляясь, личинки начинают свою жизнь с изнурительной задачи – прогрызть путь наружу. Прекрасно! Больше всего этих насекомых в Центральной и Южной Америке. Но их можно встретить и во Флориде. Название «молотоголовый червь» не предвещает ничего хорошего. Да, звучит как невероятный гибрид акулы молота и земляного червя. Ну, примерно так это создание и выглядит. Червей с головой в форме полумесяца много в американском штате Джорджия. На самом деле, это не совсем голова. Рот находится намного ниже. На животе. Примерно посередине тела. Вид этих существ, относящихся к наземным планариям, отпугивает вас не просто так. Они ядовиты. Черви вырабатывают тетродотоксин, такой же, как у иглобрюхов. Ученые пока не знают, как они используют свой яд, но, скорее всего, с его помощью они охотятся на других червей. Нам также неизвестно, способны ли они навредить человеку, но лучше держаться подальше. В довершении всего, молотоголовые черви обладают потрясающей способностью к регенерации. Они могут восстанавливаться из отдельных отрезанных фрагментов тела. Гусеница ланомия выглядит устрашающе. И это не блеф. У нее есть мощный яд. Гусеницы покрыты крошечными копьевидными щетинками, которые выделяют очень мощный токсин антикоагулянт. Встретиться с таким шипом неприятно, но, что только усугубляет ситуацию, эти гусеницы любят собираться в компании, поэтому есть риск получить сразу несколько уколов. Большинство людей, уколовшись, ничего не чувствуют. Это же хорошо, верно? Вообще-то нет. Они понятия не имеют, что происходит, когда появляются симптомы. Кроме того, на месте укуса не остается видимых следов. Гусеница довольно маленькая в сравнении с ущербом, который она способна нанести. Ее длина всего 5 сантиметров. Встречается она в основном в тропических лесах Уругвая, Аргентины и Бразилии. Все немного сложнее, чем кажется. Гусеница недолго остается гусеницей. Так она выглядит только в детстве. Повзрослев, она принимает совершенно другую форму, превращаясь в бабочку. Но не думайте, что теперь она безобидна, потому что лишилась своих злобных шипов. Она по-прежнему ядовита, но теперь она умеет летать. Можете утешиться тем, что в таком виде она живет всего несколько недель, потому что после метаморфозы у нее не остается рта, чтобы есть. Токсин австралийского воронкового паука способен убить взрослого человека примерно за 15 минут. Этот паук считается самым опасным в мире. Все воронковые пауки, мягко говоря, не симпатичны, но этот конкретный вид занимает особое место. Его представители крупные и агрессивные, с клыками, способными проткнуть ногти. Самцы часто забредают в густонаселенные районы в поисках партнерш. И в эти моменты вероятность укуса гораздо выше. Пауки устраивают свои норы в прохладных укромных местах, например, под камнями или внутри гниющих бревен. Их часто можно встретить в кустах или среди камней в пригородах. Если вы не в Австралии, выдыхайте, потому что они живут только там. Если же вы в Австралии, будьте внимательны и держитесь подальше от пауков. Хорошая новость. В 1981 году было разработано средство против их яда. И все равно берегите себя. На дне океана в тропических районах вы можете увидеть раковину с красивым узором. Они бывают всех цветов и размеров и похожи на крошечные керамические вазы, сделанные маленькими подводными гончарами. Возможно, вам захочется захватить такую красоту в качестве сувенира. Не делайте этого! Это не просто старая раковина, а дом улитки конуса. Если вас пока не пугает это название, то скоро будет. Как и большинство улиток, конусы медлительны, но они компенсируют это стремительными рывками. Конусы-хищники. Они подкарауливают других улиток, рыб и морских червей. Почуяв потенциальную пищу поблизости, они разворачивают острый иглоподобный хоботок и вонзают его в добычу. Хоботок, похожий на гарпун, достаточно силен, чтобы пробить армированные водолазные перчатки. Если вы человек, а я очень надеюсь, что это так, улитка вас не съест. Что не мешает ей жалить людей, которые подходят слишком близко. Если она вас ужалит, вы, скорее всего, этого не почувствуете, потому что яд конуса содержит естественное обезболивающее средство. Отсутствие боли, собственно, и делает эту улитку такой опасной. Не зная, что вас ужалили, вы можете не заметить симптомов, пока не станет слишком поздно. Поэтому, если увидите красивую раковину, просто оставьте ее в покое. У этого миниатюрного жука-бомбардира есть уникальный талант. Когда ему угрожает опасность, он выстреливает горячей ядовитой кислотой из своей задней части. Жук использует вонючий химический аэрозоль, чтобы отпугивать хищников и нападать на других насекомых. И это работает. Иногда такой трюк спасает жизнь уже проглоченным жукам. Лягушки часто их выплевывают, почувствовав мерзкий вкус. Жуков-бомбардиров можно встретить в самых разных экосистемах, от пустынь до лугов и густых лесов. Они обитают на всех континентах, кроме Антарктиды. Возможно, вы не замечали их раньше, потому что они крошечные, размером с ноготь. Невероятно, что такие маленькие жучки производят столь сильный яд. Это возможно благодаря сложной структуре камер и резервуаров в их теле, которые содержат два химических соединения – гидрохинон и перекись водорода. Они хранятся отдельно в резервуарах внутри брюшка жука, проходят через клапаны и встречаются в центральной камере, где смешиваются с ферментом, запускающим реакцию. Образуются газы, которые быстро расширяются и выделяют огромное количество тепла. Что бы вы ни делали, не связывайтесь с этими малышами. Вы можете думать, что зомби существуют только в кино, но угроза гораздо реальнее, если вы – цикада. Грибок под названием Масаспора сильно отличается от своих собратьев. Он проникает в тела поющих цикад, овладевает их разумом и превращает их в настоящих зомби. Пораженные цикады ведут себя очень странно. Их единственной целью становится распространение грибка среди других цикад. Самое пугающее, что насекомые продолжают выполнять свои обычные функции и не показывают никаких признаков заражения, кроме странного поведения, пока не становится слишком поздно. Они не представляют угрозы для человека. Но то, что в ветвях деревьев могут стрекотать настоящие зомби, мягко говоря, тревожит. Посмотрите на это милое создание. Оно выглядит совершенно безобидным. Но вы должны знать, что внешность обманчива. И синекольчатый осьминог является чрезвычайно ядовитым видом осьминогов. По сути, это один из самых ядовитых видов морских животных в мире. Эти существа обитают в приливных бассейнах и на коралловых рифах. Несмотря на свои небольшие размеры, всего 13-20, сантиметров, они очень опасны для человека, если их спровоцировать. Их яд содержит мощный нейротоксин, тетродотоксин. Когда животное чувствует опасность, его первый инстинкт – бегство. Но если угроза сохраняется, например, если вы не отказываетесь от идеи взять осьминога на руки, он переходит в оборонительную позицию и демонстрирует свои синие кольца. Если осьминога загнать в угол и тронуть, он укусит нападающего. И это может закончиться очень плохо. Тетродотоксин вызывает тяжелые последствия и иногда приводит к полному параличу тела. Жертва полностью осознает окружающую обстановку, но не может двигаться. Пострадавший остается в сознании, но из-за паралича не может подать сигнал о помощи или сообщить о бедствии. Интересно, что в спокойном состоянии синикольчатый осьминог выглядит коричневым или даже бледным. Но как только он чувствует опасность, то переключается на предостерегающую окраску. Такая реакция называется отпугивающим поведением. Животное вспыхивает яркими цветами, предупреждая окружающих о том, что после укуса для них все закончится печально. Конечно, синикольчатый осьминог – не единственное опасное животное, которое выглядит безобидно. Например, посмотрите на это существо. Это животное выглядит очень мило. Оно пушистое и мягкое. Желание прикоснуться к нему непреодолимо. Осторожно! Укус волосатой гусеницы может нанести серьезный удар. Это гусеница, кошачий моли или аспид. Среди роскошного меха скрываются ядовитые шипы, снабженные стрекательными клетками, как у медуз. Люди по-разному реагируют на токсины гусениц. У одних реакция может быть более тяжелой, чем у других. Кроме того, тяжесть последствий зависит и от толщины кожи на пораженном участке. В большинстве случаев неприятные ощущения и сыпь проходят через несколько часов, а иногда и дней. Следующее животное в нашем списке – это ядовитая лягушка-дротик. Существует более 170 видов этих лягушек, и, как ни странно, не все из них на самом деле ядовиты. А вот те, что ядовитые, выделяют через кожу чрезвычайно опасные токсины. С другой стороны, лягушки никогда не используют эти токсины для охоты или нападения. Они нужны им только для самообороны. Специалисты предполагают, что способность лягушек вырабатывать эти токсины может быть обусловлена рационом, богатым токсиносодержащими животными, например, многоножками или муравьями. Известно, что коренные народы Центральной и Южной Америки натирали лягушками свои стрелы и дротики, чтобы их наконечник стал отравленным. Главное, что необходимо помнить, если вы дотронулись до лягушки с дротиком, немедленно обратитесь за помощью, особенно если вам попалась золотая лягушка-дротик. Она самая ядовитая. Расписная каракатица является единственным известным видом ядовитых каракатиц. Несмотря на свои крошечные размеры, не более 5-8 сантиметров, это существо обладает невероятно ядовитой мышечной тканью. У него два щупальца и восемь рук. Скорее всего, руки будут окрашены в фиолетовый и желтый цвета. В любом случае, лучше всего избегать укусов этих интригующих существ, и тогда вы, скорее всего, останетесь целы. Хищные конусные улитки являются очень медлительными животными. Это основная причина того, что у них нет возможности механически захватывать добычу. То есть они не могут схватить животное или укусить его. Вместо этого конусная улитка выработала мощный яд, который помогает ей выжить. Наверное, самое интересное в этих существах то, что среди почти тысячи видов нет ни одного одинакового яда, вырабатываемого каждым из них. Хотя у конусных улиток нет клыков. У них есть покрытый ядом гарпун, которым они жалят свою жертву. На конце ядовитой луковицы находятся структуры, напоминающие трубку. А модифицированный зуб может выстрелить из трубки с умопомрачительной скоростью в 640 километров в час. Так что медлительность конусных улиток нисколько не смущает. А поскольку яд присущ только определенным видам, то некоторые из них могут лишь слегка укусить, а другие нанести серьезный вред здоровью. Например, эта улитка, обитающая в рифах, выпускает похожий на гарпун зуб, чтобы ужалить свою жертву. И от ее яда не существует лекарства. Когда вы думаете об иглобрюхих рыбах, то, вероятно, представляете себе раздутое существо с впечатляющими иглами, торчащими по всему периметру их тела. Но под этими забавными шипами скрывается злобное существо. И самая опасная его часть – это яд, который считается одним из самых опасных и сильно действующих в мире, если не самым опасным. Хорошая новость заключается в том, что вы не отравитесь, если не съедите рыбу. Так что, возможно, лучше отдавать предпочтение роллам Калифорния. Теперь посмотрите на это насекомое и постарайтесь никогда к нему не приближаться. Это японский огромный шершень. Это чудовищных размеров существо, достигающее в длину почти 5 сантиметров, известно своей агрессивностью. В его внушительном жале содержится достаточно яда, чтобы укус был очень-очень болезненным. Некоторые люди не выживают после укуса этого насекомого. Даже если яд не самый сильный, из-за больших размеров этого насекомого доза слишком велика. А если на вас нападает не один, а несколько шершней, что ж, последствия могут быть драматическими. Огромный шершень не обязательно недружелюбен по отношению к людям или другим животным, но если его спровоцировать, он обязательно ужалит. Это прекрасное ярко-голубое существо называется голубой дракон. Несмотря на внушительное название, животное на самом деле крошечное, обычно не больше виноградины. Вы можете встретить его на пляже или плавающим рядом с вами в воде. Запомните одну вещь. Каким бы симпатичным ни был этот кроха, никогда не трогайте его. Несмотря на его размер, укус слизня может быть очень сильным. А все из-за его рациона. Любимое блюдо дракона – португальская медуза, яда которой достаточно, чтобы парализовать мелкую рыбу и ракообразных. Голубые дракона сначала используют слизь, чтобы нейтрализовать стрекательные клетки медузы. Потом они забирают эти клетки из щупалец, накапливают и концентрируют их в собственных тканях. Затем при опасности они выпускают эти стрекательные клетки, что делает их жало еще более сильным, даже хуже, чем у самой медузы. Эти удивительные существа еще и очень хитры. Несмотря на яркую внешность, они известны и мастера маскировки. Видите ли, яркая синяя краска на самом деле находится на их брюхе, а когда они плавают на спине, то просто сливаются с водой. Что касается спины, то она серая, это позволяет животным маскироваться на поверхности моря. Медуза Ируканджа, найденная в Австралии, выглядит крошечной, совершенно невинной. Но внешность обманчивой эта малышка размером с ноготь большого пальца человека на самом деле очень опасна. Во время сезона медуз, который длится с ноября по май, тонны пляжей закрываются из-за этих крошечных существ. Особая опасность медузам придают их миниатюрные размеры. Люди просто не замечают их во время плавания. Печально известная куба-медуза, названная так за кубическую форму тела, обитает в Индийском и Тихом океанах. Если вы заметили существо в форме колокола с длинными свисающими щупальцами, держитесь от него подальше. И даже если вы видите только одно щупальце без прикрепленной к нему медузы, не приближайтесь и не трогайте его. Медуза может вырастать до трех метров, а каждая ее щупальца имеет около 500 тысяч микроскопических гарпунов для впрыскивания яда. В отличие от других медуз, куба-медузы – охотники. Они могут зацепиться за вас, обхватив своими тонкими щупальцами вашу конечность или тело. Учитывая, насколько опасен их яд, это будет не очень приятный опыт. В самом сердце густого леса человек отправляется в поход, погружаясь в потаенные глубины этого природного уголка. Но это не обычная прогулка среди деревьев, а жуткая и леденящая душа открытия. Наш главный герой с искоркой любопытство в глазах обнаруживает нору, скрытую в тени. Любопытство пересиливает страх, и наш исследователь подходит ближе. Это не случайная нора, она принадлежит лисе. Если это неправильное решение, и надо просто убежать. Весной, когда природа оживает, наполняясь энергией, на свет появляются лисяты. Именно в это время их мамы-листицы ищут защиты в своих подземных убежищах. В остальное время года лисы предпочитают греться на солнышке, отдавая предпочтение миру над землей, за исключением тех случаев, когда погода меняется в худшую сторону. Именно во время самых неблагоприятных условий они укрываются в своих норах, защищаясь от непогоды. Эти норы, называемые лисьями, состоят, как правило, из нескольких входов, изредка засыпанных землей мусором. В зимние месяцы трудолюбивые лисы старательно роют дополнительные норы в преддверии наступающей весны. Иногда среди остатков их подземных ходов встречаются останки погибших лисиц, что свидетельствует о круговороте жизни в этих запутанных подземных сетях. Если исследовать окрестности лиси и норы, то можно заметить свежие следы пищи, остающиеся у норы в апреле-июне. Именно в этот период, когда игривые лисята выходят из убежища, можно обнаружить остатки их пиршеств – восхитительный признак начинающейся жизни. Как же выглядят эти норы? Ведь в лесу есть и другие животные с такими же жилищами. Давайте перейдем к сути вопроса. Лисьи норы – неуловимые убежища этих озорных существ, обычно располагаются в местах, изобилующих пышной зеленью. Их можно встретить, спрятавшись под укрытием дерева или под внушительными скалами. Если вы наткнулись на уютную нору, которая кажется специально созданной для лисы, и почувствовали ее неповторимый аромат, сопровождаемый другими интригующими признаками, например, разбросанными костями, то, скорее всего, вы обнаружили лисью нору. Увы, мой любопытный друг, не существует надежного рецепта того, где эти хитрые лисы предпочитают устраивать свои норы. Они обладают удивительной способностью приспосабливаться к самым разным условиям. Будь то открытые луга, густые леса или даже неумолимая тундра. Представьте себе, что нора лисы состоит как минимум из 4-5 секций. Это парадный вход, пандус, само логово и потайная комната, служащая это и ником для хранения продуктов. В зависимости от размера стаи, могут быть предусмотрены дополнительные помещения для размещения целой банды лисиц. А теперь представьте себе торжественное открытие лисей на рыб. Вход и пандус образуют коридор, уходящий вглубь земли на 1-2,5 метра и соединяющий внешний мир с уютным убежищем внутри. Но это еще не все. Лисицы, будучи хитрыми и запасливыми животными, складируют добытые сокровища в норах. Да, у них есть тайники, куда они прячут все свои аппетитные находки. Количество комнат в норе может варьироваться в зависимости от размера стаи, ведь эти умные существа заботятся о том, чтобы в норе было достаточно места для рождения и воспитания очаровательного потомства. Они могут даже рыть дополнительные туннели и делать дополнительные входы, чтобы было удобнее. Теперь поговорим о кулинарных делах лисиц. Лисы – проворные гурманы. Они запасают пищу в больших количествах, чтобы пережить зиму и брачный сезон. Однако это не скряги. Обычно они запасают столько, чтобы хватило на несколько дней, ведь они не каждый день лакомятся свежей добычей. Их кладовые часто украшают ягоды и фрукты, а центральное место в них обычно занимает любое деликатесное мясо. Интересно, насколько близко друг к другу расположены лиси норы? Если земля изобилует пищей и пресной водой, то в радиусе 26 квадратных километров вы можете наткнуться на 2-3 лиси норы. Если же ресурсы скудны, о, возможно, придется расширить поиск до 52 квадратных километров, чтобы найти всего одну нору. Но на этом история не заканчивается. Лисы, как и подобает их находчивой натуре, часто имеют несколько норов. Основную нору, часто называемую «родовой», они хранят из сентиментальных чувств. Кроме того, они держат запасную нору на случай непредсказуемых обстоятельств. Не стоит забывать и о том, что брошенные или одолженные норы они считают своими. Какие ловкие плуты, не правда ли? Теперь поговорим о самих этих удивительных существах. Лисицы представлены восхитительным разнообразием видов, размеров и вариаций, разбросанных по всей нашей планете. Но главной звездой шоу является рыжая лисица, которая встречается на всех континентах, кроме морозной Антарктиды. Хотя большинство лисиц предпочитают спокойствие сельских ландшафтов. Не удивляйтесь, если они осмелятся заглянуть в городские и пригородные жилища, где их путь может пересечься с человеком. Встреча лисы и человека – история двух крайностей. Одни добрые души пытаются задобрить этих животных, предлагая им лакомые кусочки и угощая их прямо из своих ладоней. С другой стороны, есть и те, кто трепещет при одной мысли о лисе, боясь ее коварного и свирепого характера. А теперь представьте себе такой сценарий. Что будет, если лиса подойдет к вам или начнет нападать? Как правило, лисы не представляют угрозы для человека и не вынашивают никаких злых намерений. Они предпочитают питаться мелкими млекопитающими или домашним скотом, оставляя агрессию для охоты или самообороны. Тем не менее, известны случаи, когда лисы пересекались с человеком, в том числе и те, что закончились печально. Поэтому очень важно знать, какие действия следует предпринять, если лиса приближается или нападает на вас. Лисы действительно могут быть одомашнены. Однако в душе они остаются дикими, и их действия могут быть совершенно непредсказуемыми. Они могут ненадолго принять свою прирученность, но почувствовав угрозу, голод или просто испугавшись, вернуться к инстинктам. Естественно, лисы воспринимают нас, людей, как потенциальную угрозу, и в наших интересах отвечать им взаимностью на осторожность. Никогда не пытайтесь подойти к лисе, даже если она кажется послушной и дружелюбной, так как ее характер может измениться в считанные секунды и застать вас врасплох. Избегайте резких движений и не поддавайтесь желанию приблизиться, так как это может напугать нашего друга. В большинстве случаев, заметив поблизости человека, лиса быстро убегает или прячется. Однако, если вы оказались в ситуации противостояния с лисой, то лучше всего сделать шаг назад и дать ей свободу действий. Если лиса упорствует в своем приближении или если вы встретили поблизости несколько лис, мой дорогой друг, обходите их стороной. Не приближайтесь к ним и не пытайтесь их кормить, особенно с рук. Пусть они занимаются своими лисими делами, а вы понаблюдайте за ними со стороны. В ситуации, когда лиса попала в ловушку, например, зашла в помещение, я призываю вас сохранять спокойствие. Не повышайте голос и не создавайте лишнего шума, так как это может спровоцировать лису на нападение. Вместо этого держитесь на безопасном расстоянии от животного и обеспечьте ему путь к отступлению. Убедитесь, что двери и окна не закрыты. И дайте лисе свободу, к которой она стремится. Тогда она быстро уйдет. Однако, если судьба вам не благоволит и вы оказались в неприятной ситуации, когда лиса на вас напала, сохраняйте спокойствие. Не спускайте на нее своих питомцев и не преследуйте лису. Дайте ей возможность отступить. Если лиса упорствует и не желает отступать, ее можно отпугнуть простыми хлопками. Теперь вы можете наслаждаться лесом. В декабре 2014 года целый район Будапешта покрылся кристаллами льда. Деревья не выдержали давления льда и начали падать. Это жуткое явление называется ледяным туманом. Когда оно возникает, температура значительно падает, замораживая все вокруг, как это делали дементоры в фильмах о Гарри Поттере. И все из-за резкого скачка температуры. Это не только портит видимость, но и создает призрачные столбы и орелы, которые светятся в темноте. Ледяной туман состоит из крошечных кристаллов льда. При температуре ниже минус 10 градусов Цельсия капельки воды в воздухе замерзают и превращаются в кристаллы льда. До этого момента они остаются жидкими, пока не найдут, к чему примерзнуть. Ледяной туман обычно образуется в холодных частях света, таких как Арктика или Антарктика. Будапешт оказался неожиданным поворотом сюжета. Горячие и влажные газы от автомобилей и самолетов также могут создавать ледяной туман. Один самолет взлетает в холодный день, и вдруг возникает ледяной туман такой силы, что следующий самолет ничего не видит. Такое иногда случается. Это не то же самое, что алмазная пыль, которая образуется, когда редкие ледяные кристаллы падают с ясного неба. Она образуется, когда влажность воздуха очень высока, почти 100%, а температура воздуха опускается ниже 0 градусов Цельсия. В результате в воздухе образуются кристаллы льда, которые оседают на различных поверхностях. Интересно, что первые поселенцы считали, что эти кристаллы льда могут попасть в легкие и причинить неприятности. Существует множество других интересных ледяных формаций, таких как кроличий лед. Он образуется, когда воздух холодный, но земля еще не впитывает морозные вибрации. Сок внутри стеблей растений расширяется при замораживании, что приводит к трещинам в стеблях. Как только это происходит, жидкость вытекает, встречается с морозным воздухом и превращается в тонкие слои льда, создавая красивое образование в форме лент или лепестков. Огни землетрясений еще одно странное и уникальное явление. Когда в 2017 году в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 8,1 балла, в социальных сетях начали появляться изображения странных зеленых и синих огней в небе. Так называемые световые явления землетрясений в Мексике добавили загадочности. Подобно шаровым молниям, огни землетрясений довольно редкое явление, увлекательное, но сложное для понимания учеными. Сложность заключается в том, что случаи свечения вокруг землетрясений не всегда выглядят одинаково. Существуют как теории, так и мифы об этом явлении. Огни могут иметь самые разные формы, очертания и цвета. Исследуя историю, исследователи изучили 65 сообщений об этих огнях, датируемых 1600 годом нашей эры. Например, 12 ноября 1988 года люди сообщили о ярком фиолетово-розовом шаре света вдоль реки Святого Лаврентия в Квебеке. Всего за 11 дней там мощного землетрясения. В Писко, Перу перед землетрясением магнитудой 8 баллов в 2007 году свет принял форму ярких вспышек, запечатленных на камерах безопасности. А перед землетрясением 2009 года в Аквиле, Италия, люди видели 10-сантиметровые языки пламени, мерцавшие над каменной улицей. Однако до сих пор ведутся споры о том, реально ли огни землетрясений или нет. Геологическая служба США проявляет некоторую осторожность, не будучи уверены в том, что отдельные сообщения о необычном освещении во время и в месте землетрясения действительно являются огнями землетрясений. В одном исследовании ученые предположили, что эти огни вызваны электрическими зарядами, активизируемыми в определенных типах горных пород во время сейсмической активности, будто в земной коре включают батарею. Некоторые породы, такие как базальт и гобро, имеют крошечные кристаллические дефекты. Они могут выделять в воздух электрические заряды. Исследователи посчитали, что условия, необходимые для возникновения этих огней, существовали менее чем в ноле целых пятидесятых процентов землетрясений по всему миру. Это может объяснить их редкость. Они также отметили, что огни чаще появляются до или во время землетрясений, чем после них. В одном из предыдущих исследований было высказано предположение, что тектонические напряжения могут создавать пьезоэлектрический эффект, когда кварцевые породы при сжатии производят сильные электрические поля. Однако изучать огни землетрясений сложно, поскольку они непредсказуемы и недолговечны. Пора поговорить о внезапном кольце вокруг Луны или Солнца. Вы гуляете с другом, и вдруг видите это солнечное гало. Это предупреждение от природы. Надвигается снежная или дождевая буря. Такие орелы образуются, когда миллиарды крошечных ледяных кристаллов в облаках преломляют солнечный свет. Не поддавайтесь искушению смотреть на это чудо. Это может навредить вашим глазам. Возьмите солнцезащитные очки. Теперь у вас есть около 40 минут, чтобы полюбоваться этим явлением. Природа посылает и другие предупреждения. Если море таинственным образом отступает, обнажая кораллы и рыб, возможно надвигается цунами. Остерегайтесь разрывных течений на пляже. Акулы, которые подплывают необычно близко к берегу, могут спасаться от шторма. Чувствуете, что волосы встают дыбом, а украшения вибрируют? Поблизости может ударить молния. Ищите укрытие. Лавины, зеленые бури, озера вблизи вулканов – все это потенциальная опасность. Встречные волны в море чрезвычайно опасны. Исследование пещер в полнолуние может стоить вам жизни. Если океан стал красновато-коричневым, не купайтесь в нем. В воде могут быть ядовитые водоросли. Животные тоже чувствуют приближение катастрофы. Если они ведут себя странно, будьте внимательны. Летними ночами вокруг островов Мацу наблюдается завораживающее голубое свечение. Его вызывают крошечные светящиеся существа – динофлагеляты. Туристам нравится наблюдать за этим красивым зрелищем. Но есть и обратная сторона. Оно токсично и с каждым годом, как показало исследование, увеличивается в размерах. Несмотря на романтичный вид, это явление вредно. Группа океанографов использовала спутниковые данные, чтобы проследить за его ростом в течение 19 лет. Проанализировав почти тысячу спутниковых снимков, они пришли к выводу, что оно распространяется в более глубокие воды. К сожалению, такое расширение представляет угрозу для морской жизни. Светение голубых слез может отравить рыб и морских черепах и даже повлиять на здоровье человека. Хотя сами динофлагеляты не токсичны, они питаются токсичными водорослями, которые выделяют вредные химические вещества в воду. Этот процесс также приводит к истощению запасов кислорода, что создает угрозу для морских животных. Основная причина не ясна, но, похоже, решающую роль играет загрязнение от сельского хозяйства в низовьях реки Янзы. В сельскохозяйственные истоки вносят питательные вещества, которые способствуют цветению. Во время строительства плотины три ущелья при уменьшении стока реки уменьшился и размер цветения. После того, как плотина была построена и течение реки восстановилось, цветение возобновилось. По словам экологов, голубые слезы будут продолжать расширяться, представляя постоянную грозу для морской жизни и делая воду еще более ярко светящейся. Катабатический ветер или истоковый ветер возникает, когда плотный холодный воздух под действием силы тяжести спускается с большой высоты по склону. Такие ветры могут быть мощными, иногда достигая ураганной скорости, но редко. В отличие от всех нисходящих ветров, катабатические ветры, такие как Бора в Адриатике или Санта-Ана в Калифорнии, возникают из охлаждающегося воздуха на возвышенных поверхностях, таких как плато или горы. По мере опускания воздух нагревается, его температура зависит от региона источника. В Антарктиде катабатические ветры играют решающую роль в формировании ветровых полей. В таких регионах, как Гренландия и Антарктида, эти ветры могут быть чрезвычайно интенсивными, достигая ураганной силы. Они способствуют возникновению уникальных явлений, таких как сухие долины Макмердо в Антарктиде, и связаны с опасностями вроде шквального ветра, называемого Веливо, на архипелаге, огненная земля и Аляски. Огонь Святого Эльма Это природное явление, которое стоит упомянуть. Оно возникает во время грозы или извержения вулкана, когда вокруг создается сильное электрическое поле. Такое поле создает голубоватое или фиолетовое свечение вокруг мачт кораблей, краев самолетов или острых предметов. Это свечение вызывается ионизированными молекулами воздуха и более заметно в условиях слабого освещения. Свечение – это разновидность плазмы, и оно возникает, когда электрическое поле вокруг объекта вызывает ионизацию молекул воздуха. Это может происходить во время грозы, поскольку между облаками и землей существует разница высокого напряжения. Острые концы высокорасположенных предметов облегчают возникновение огня Святого Эльма, потому что в этих местах электрическое поле более сконцентрировано. Синий или фиолетовый цвета, которые вы видите, возникают из-за флуоресценции азота и кислорода в атмосфере Земли, подобно тому, как работают неоновые лампы, но с использованием других газов. Это явление наблюдалось на протяжении всей истории человечества, от Древней Греции до Китая 15 века. Ну что ж, настала пора весенней уборки. Вы берете тряпку и веник и идете на улицу, чтобы избавиться от паутины на окнах. На этот раз вы настроены решительно. Снимая паутину за паутиной, вы неожиданно замечаете грязь с стороны формы, прилипшую под карнизом на крыльце. Что это? И тут вас озаряет. Должно быть, это гнезда песочных ос. Вы наверняка думаете, что их тут целый рой, ведь вы нашли немало гнезд. К счастью, песочные осы – одиночки. Фух. Все эти грязевые хижинки заполнены парализованными пауками. Иногда внутри может находиться до 500 пауков, которые ждут, когда вылупятся юные осы. Если в гнезде есть отверстие, это может означать, что гнездо старое или пустое, поскольку песочные осы оставляют дырки, покидая его. Если собираетесь убрать гнездо, лучше дождаться наступления ночи, когда его обитатели менее активны. Несмотря на свою миролюбивость, они непременно ужарят вас при малейшей угрозе. Медведка выглядит так, будто кто-то создал половину насекомого, а потом забыл, какая часть должна идти дальше. Инопланетное создание, когти крота, тело сверчка и голова креветки, настоящий утконос мира насекомых. Она не ядовита и укусит вас, только если вы зажмете ее в руки. А если вы ее сильно достанете, она пустит в ход козырь, крылья. Медведки способны плеваться коричневой жидкостью с ужасным запахом, прямо как скунсы. Так что просто дайте им улететь и убирать ничего не придется. Каменные бассейны кишат всевозможными растениями и животными. В них можно найти морских звезд, водоросли, крабов-отшельников, крошечных рыбок и всевозможных осьминогов. Если наткнетесь на синекольчатого осьминога, лучше его не трогайте. Он мигает синим неоном не без причины. Укус этого миниатюрного создания в тысячу раз ядовитие цианида, и антидота к нему не существует. Не тыкайте его палочкой и не пытайтесь поднять. Вы же не хотите отправиться в больницу или в морг. Змей на земле, конечно, пугают, но морские змеи – это совершенно другой уровень. В Индийском и Тихом океанах обитает около 50 разных видов морских змей, и их красота не уступает исходящей от них опасности. К счастью, кажется, мы их не сильно волнуем. Пожалуй, дюбуа – самая ядовитая морская змея в океане, вместе с носатой энгидриной. Укус кобры на их фоне кажется пустяком. Яд этих змей невероятно опасен. К счастью для нас, до появления первых симптомов у человека пройдет несколько часов, если им удастся прокусить гидрокостюм. Если на улице вам на руку сядет такая муха, вы можете вскрикнуть, и никто не станет вас за это винить. У скорпионницы, как можно понять из названия, кончик хвоста завивается и напоминает скорпионово жало. Но можно вздохнуть с облегчением, оно используется только для спаривания. А еще у нее длинная голова, напоминающая клюв. С ее помощью она поедает насекомых, украденных из паутины. В поиске идеального партнера скорпионницы любят дарить своеобразную замену шоколадных конфет и цветов свою слюну. Как романтично! Будучи в Африке, вы можете не заметить эту крупную птицу, если не будете внимательно смотреть по сторонам. Китоглав будет спокойно стоять на месте, пока вы шагаете мимо. Они вырастают до полутора метров в высоту, а размах их крыльев достигает двух с половиной метров. Китоглав звучит как сверххищник, но это совсем не так. Они известны, как одни из самых медленных птиц и похожи на статуи. Китоглавы просто едят рыбу у поверхности воды, игнорируя остальной мир. Эта птица совершенно не боится людей. Сами они к вам не подойдут, чтобы поговорить о погоде, но позволят подобраться поближе и сделать парочку с ними. Если вы слышите тихий писк, находясь в саду, это может быть мышка, белка или жук-носорог, который решил возмутиться, что вы подошли слишком близко. Они любят шуметь, когда их беспокоят. Может показаться, что с таким огромным страшным рогом на голове они способны себя защитить, но это невозможно. Рог предназначен для того, чтобы убирать с дороги листья и ветки и не позволять другим самцам пробраться на территорию самки. Жуки-носороги обладают геркулесовой силой и способны поднять вес в 850 раз превышающий их собственных. Это как если бы мы с вами подняли 65 тонн или 11 слонов. Попробуем? Нет, спасибо. Небольшой хохлатый олень, обитающий в основном в Китае, очаровательно смотрится с хохолком на голове. До тех пор, пока не обернется. О нет, это олень-вампир. К счастью, это животное не собирается пить вашу кровь или надевать плащ. Самцы отращивают свои клыки во время брачного сезона вместо рогов, чтобы бороться за территорию и самок. Они выполняют скорее функцию бивней, чем острых зубов. Помимо наличия клыков, олени лают, как собаки, и убегают, как кошки, если их испугать. Если солнце красно с вечера, моряку бояться нечего. Солнце красно поутру, моряку не понутру. Но никто не говорил о красных приливах. Красный прилив – это токсичное цветение водорослей, которые поднимаются с морского дна после особенно сильных штормов. Скопление водорослей похоже на кетчуп или ржавчину в воде, но на окружающую среду действует куда хуже. При соприкосновении с токсичными водорослями в воде рыба и другие обитатели моря пытаются сбежать. Для людей красный прилив не страшен, но если вы съедите зараженные токсинами морепродукты, ситуация может стать серьезнее. Поэтому от красной воды лучше держаться подальше. Некоторые пауки любят яркую расцветку, чтобы показать, что они опасны. Но только не сиднейский лейко-паутиный паук из Австралии. Этому блестящему черному пауку не нужно доказывать свою крутость. Он легко заставит вас поволноваться, когда решит укусить. Его укус способен отключить нервную систему человека всего за 30 минут. Они могут привезти паутину где угодно, в старых бревнах, в обуви и даже в садовых гномах. Лейко-паутиным паукам нравится жить рядом с нами, чтобы иметь возможность быстро найти, что перекусить. Устав жить на одном месте, они бросают свою паутину и бродят в поисках нового пристанища. Чудесно. Кто-то скажет, что не доеду все нипочем и, возможно, окажется прав. Когда в вас достаточно смелости, чтобы стащить еду у ягуара, льва или гиены, чего еще вам бояться. Эти крутые ребята родственники ласок. И они не только яростны, но и умны. Медоеды способны использовать инструменты, чтобы сбежать из вольера. Грабли, камни и грязь становятся помощниками в обретении свободы. Помимо внешнего сходства со скунцем, медоед может похвастаться опасной железой на хвосте, скрывающей мощный завод по производству вонь. Итак, они суровые, вонючие, у них невероятно эластичная и прочная кожа и вдобавок сильный иммунитет к яду скорпионов и змей. Если наткнетесь на медоеда, лучше обойдите его стороной. У нас нет ни единого шанса. Вы когда-нибудь слышали о грибе клубника со сливками? Нет? Как насчет другого названия кровоточащий зуб? Этот гриб не ядовит, но он настолько горький на вкус, что лучше подумать дважды, прежде чем его пробовать. Пока он молод и растет, кажется, что из пор на белом грибе выступают желеобразные красные капли. Это липкий сок, который появляется из-за того, что гриб впитал слишком много воды. По сравнению с ним взрослый бежевый гриб кажется скучным. Под шапкой, там, где производятся споры, структура гриба напоминает зуб, что делает его еще более странным. Тасманский дьявол заработал свою незавидную репутацию, реагируя на угрозы от хищников, сражаясь с другими самцами или отстаивая хороший кусок на обед. Дьяволом его прозвали заоскал, броски и один из самых страшных воплей, которые вы слышали посреди ночи. А еще они едят почти все, до чего доберутся. У них нет привычки охотиться на людей, но они будут защищаться, если загнать их в угол. Вам не захочется ощутить на себе этот мощный укус. Хорошо, что тасманский дьявол тоже предпочитает держаться от вас подальше. Вы идете по пляжу к воде, но сегодня все выглядит немного иначе. Вода ярко-зеленая, а нос заполняет узнаваемый едкий запах тухлых яиц. Может, стоит подойти поближе и взглянуть, что это за странное явление? Остановитесь сейчас же, пока не поздно. То, что вы видите, называется вредным цветением водорослей или просто цветением водорослей и приближаться к нему очень плохая идея. Такое цветение образуют водоросли, способные выделять токсичные газы. Это делает популярные туристические места безлюдными и попросту опасными. Придя на пляж у моря или озера, вы можете заметить что-то похожее на сине-зеленую пену, плавающую на поверхности воды или прямо под ней. Или это может напоминать разводы ярко-зеленой краски. Некоторые цветения, которые называются красными приливами, могут окрашивать В любом случае, как только заметите что-то подобное, постарайтесь держаться подальше, приструните любопытство и не отправляйтесь исследовать неизвестное. Когда водоросли разлагаются, под коркой остаются очаги токсичного газообразного сероводорода. Если вы по незнанию наступите на такой кармашек, газ высвободится и вы можете случайно его вдохнуть. Достаточно сказать, что это может закончиться трагически. На некоторых пляжах бульдозеры собирают эти водоросли в самосвалы и отвозят в специальные центры. Там работники сушат отходы и избавляются от них. Иногда такие центры приходится временно закрывать. Водоросли, смешанные с песком и грязью, пахнут настолько ужасно, что это зловоние мешает местным жителям спать по ночам. Существует три типа опасных водорослей, способных образовывать вредное цветение. Цианобактерии, динафлагеляты и диатомии. Все они состоят из крохотных плавающих форм жизни, которые используют солнечный свет, чтобы создавать себе еду. Сине-зеленые цветения водорослей вызывают цианобактерии. Они производят опасные токсины, разрушающие нервную ткань. Все бывает настолько плохо, что водоочистные сооружения не справляются с устранением яда. Тогда местным жителям советуют не использовать проточную воду. Динафлагеляты и один вид диатомии отвечают за образование красных приливов. Чаще всего они появляются в океанских заливах. Для формирования красного должна быть теплой, соленой и богатой питательными веществами. Такие цветения высвобождают огромное количество различных токсинов. В Техасе, США, красные приливы раньше случались раз в десятилетие. Теперь они возникают каждые три года. Во Флориде красное цветение водорослей случается ежегодно. Длинные тонкие диатомии тоже способны выделять токсичные вещества, которые вредят людям. Даже хуже, если некоторые моллюски, скажем, морские черенки, съедают большое количество на ужин, может привести к катастрофе. Это одна из причин, почему ведется мониторинг морских вод. Если уровень токсина повышается слишком сильно, на пляжах запрещают сбор моллюсков. Вредное цветение водорослей может длиться от нескольких дней до пары месяцев. Водоросли забирают кислород из воды, провоцируя исчезновение морской жизни, но становится еще хуже, когда микробы начинают разлагать водоросли под конец цветения. Они потребляют еще больше кислорода, и никакая рыба этого не выдерживает. В итоге огромные участки воды почти полностью лишаются кислорода и любой растительной и животной жизни. Вредное цветение водорослей случается в регионах, где вода перенасыщена питательными веществами, и самые распространенные из этих веществ поступают из сельскохозяйственной и других промышленностей. Вдобавок, зимние мусоны стали теплее и теперь несут больше влаги. Это позволяет водорослям собираться в огромные колонии. Некоторые из них настолько велики, что густые зеленые завитки можно увидеть из космоса. Но не все цветения водорослей опасны. Некоторые просто придают воде ужасный вкус, меняют ее цвет или производят неприятный запах. К сожалению, невозможно отличить токсичные водоросли от безвредных только по внешнему виду. Водоросли не единственные организмы, которые выглядят обманчиво безобидно. Представляем вам других морских обитателей, к которым нельзя прикасаться. Медуза ируканджи, обитающая в Австралии, крошечная и на вид совершенно безвредная. Но внешность обманчива, и эта малютка размером с человеческий ноготь смертельно опасна. Во время сезона медуз, который длится с ноября по май, из-за этих крошечных существ закрывается множество пляжей. Особенно опасными медуз делает миниатюрный размер. Вы попросту не увидите их во время купания. Упс. Синий кольчатый осьминог выглядит не просто безобидно, он завораживает своей красотой. Но не дайте внешности вас обмануть. Вы не захотите побеспокоить это относительно создания длиной 20 сантиметров. В нем достаточно яда, чтобы убить 26 взрослых в считанные минуты. А когда животное чувствует, что ему угрожают, думаю, вы сами знаете исход. В то же время, если его не трогать, осьминог совершенно смирный. Печально известная куба-медуза, названная так из-за формы тела, обитает в Индийском и Тихом океанах. Держитесь подальше от существа с квадратным куполом и длинными свисающими щупальцами. И даже если вы увидите всего одно щупальце, плавающее отдельно от медузы, не приближайтесь к нему и не трогайте. Куба-медузы способна вырастать до трех метров, и на каждом ее щупальце расположено около 500 тысяч микроскопических гарпунов для введения яда. В отличие от других медуз, эти являются охотниками. Они способны схватить вас, обернув тонкими щупальцами конечности или тела. Учитывая, насколько опасен их яд, опыт окажется не из приятных. Морская звезда Терновый венец получила название из-за ядовитых шипов, покрывающих все ее тело. Будучи второй по величине морской звездой в мире, она может вырастать до 51 сантиметра в диаметре. Эти существа питаются кораллами, причем в больших количествах. Одна голодная звезда может съесть кораллов за год, а еще у них рождается много детенышей. Они откладывают более 500 миллионов яиц за раз. Вот это производительность! Некрупный синий пятнистый скат обитает в основном в тропических водах Индийского и западной части Тихого океана, рядом с коралловыми рифами. Это создание не больше 35 сантиметров в диаметре обладает потрясающим окрасом, желтый с ярко-синими пятнами по всему телу и несколькими синими полосками на хвосте. Несмотря на его красоту, стоит помнить и об опасности. Скат может ранить вас ядовитыми шипами на хвосте. Вы можете столкнуться с крылаткой в южной части Тихого океана и в Карибском море. Несмотря на распространенное убеждение, готовить и есть эту рыбу вполне безопасно. Настоящую опасность она представляет живой. Вы можете случайно обжечься об острые плавники, в которых содержится яд. Если вы увлекаетесь коллекционированием ракушек, вам стоит запомнить морских конусов. Эти улитки длиной около 10 сантиметров выглядят очень мило. Но внешность обманчива, особенно если речь заходит о тропических видах. Представьте, что вы нашли и подобрали красивую раковину. Вы не боитесь, потому что перчатки для дайвинга кажутся идеальной защитой, но у конусов есть крошечные игольчатые выступы, которые выдвигаются изо рта. В них полно смертельных нейротоксинов. Такие гурпуны легко проникают сквозь ткань водолазных костюмов. Но хуже всего, что в яде содержатся болеутоляющие. Вы даже не поймете, что вас ужалили. Токсоп неустес попал в книгу рекордов Гиннесса как самый опасный морской еж на планете. Эти создания живут в индийском и западной части Тихого океана. И хоть еж цветок и похож на украшение любого аквариума, никогда и ни за что не прикасайтесь к нему. В одном еже достаточно яда, чтобы сделать ваш отпуск до ужаса неприятным или коротким. Бородавчатка самая ядовитая в мире рыба мастер камуфляжа Она так хорошо сливается с окружением, что вы не заметите ее, даже если будете присматриваться. Из-за чего наступить на нее проще простого. Как только рыба чувствует опасность, например, когда вы пытаетесь ее раздавить, она выпускает ядовитые шипы, растущие вдоль спины. Чем больше давление, тем больше яда она производит. А еще она остается опасной, даже если ее вытащить из воды. Индонезийская рыба-игла не ядовита. У нее нет острых зубов и, скорее всего, она будет держаться от вас подальше. Опасность кроется в форме ее тела. В конце концов, не зря ее называют иглой. Рыба-игла плавает у поверхности. В случае опасности она выпрыгивает из воды, при этом ее скорость может достигать 60 км в час. Длинные острые челюсти превращают рыбу в летающее копье. Полосатый хирург получил свое название из-за шипов, растущих у основания хвоста. Когда рыба чувствует опасность, она шевелит хвостом, обнажая скальпелеобразные шипы. Если вы не поторопитесь убраться подальше, то можете получить несколько неприятных порезов. А некоторые виды к тому же ядовиты. Эй, хорошо вам повеселиться на пляже. Недавно в Южной Дакоте произошло интересное событие. Оно облетело весь интернет. Возможно, вы о нем уже знаете. В июле 2022 года небо здесь вдруг позеленело. Итак, что же случилось? Это дело рук человека или природное явление? Давайте разбираться. вторник. 5 июля 2022 года. После сильной бури небо над Южной Дакотой было пасмурным, а когда местные жители наконец вышли на улицу, то увиденное повергло их в шок. Небо стало темно-зеленым. Очевидцы утверждали, что все это было похоже на фильм ужасов. Неудивительно, что жители Южной Дакоты сразу же рассказали об этом в социальных сетях. Люди поделились красивыми, но невероятно жуткими снимками в Твиттере, где показали небо над Су-Фоллс и другими городами. Несмотря на то, что выглядит это как что-то сверхъестественное, здесь нет ничего страшного. Все дело в игре света и атмосферы. Такое явление случается довольно редко и обычно знаменует ухудшение погодных условий. Именно это объясняет произошедшее в Южной Дакоте. Незадолго до того, как люди начали отправлять друг другу фотографии, над городом Су-Фоллс пронеслась гроза. Это подтвердила Национальная Метеорологическая Служба США. Был ужасный ураган. Скорость ветра достигала 160 километров в час. По шкале Боффорта это самый разрушительный ветер. На шкале всего 12 цифр, а максимальная сила ветра начинается со 118 километров в час. Но почему об этом не рассказали в СМИ? Просто для местных это довольно привычное явление. В США грозы случаются очень часто, особенно в теплое время года. И одна из десяти таких гроз может превратиться во что-то вроде торнадо. Наш случай не исключение. В Южную Дакоту пришла буря Дейрэчо. Такие бури обширные и долгоживущие, потому что они представляют собой группу быстро движущихся сильных гроз и ливней. Говорят, что буря Дейрэчо по силе не уступает торнадо, но разница между ними все же есть. Торнадо это атмосферный вихрь, вращающийся воздушный стол, обычно составляющий около 153 метров в диаметре. Иногда его ширина может доходить до 4 километров. Не завидую тем, кто столкнется с торнадо. И самое страшное, он вращается. Ветер очень быстро движется по кругу возле какого-то невидимого центра. Дейрэчо сильная гроза или система гроз с прямолинейными ветрами. То есть Дейрэчо не крутится, а выбирает какую-то точку и бежит к ней, как амбициозный марафонец. Если сравнить Дейрэчо с обычным торнадо, у последнего 6 уровней силы от 65 до 610 километров в час. Получается, Дейрэчо это своего рода малый, средний уровень торнадо со скоростью в пределах от 117 до 180 километров в час. оба явления могут сопровождаться сильными дождями с громом и молнией, но все же они разные. Буря превращается в Дейрэчо, если нанесенные ей повреждения превышают 385 километров, а скорость ветра составляет не менее 93 километров в час. Предсказать ураган Дейрэчо очень сложно. Он может образоваться даже в ясный день, когда никаких груз по прогнозу не обещают. А потом вдруг появляются ветры. Удивительно, но они могут быть очень опасными, поэтому Национальная Метеорологическая Служба старается предупредить население хотя бы за полчаса, час до того, как это произойдет, чтобы жители успели подготовиться и спрятаться. Но в этот раз все было по-другому. Ураган пронесся почти по всей Южной Дакоте, а также по Миннесоте и Айове. Последствия были довольно серьезными. Больше 30 тысяч человек остались без электричества. К счастью, никто не пострадал, а все потому, что местные жители уже привыкли к Деречи. Но зеленое небо повергло их в шок. Всем было интересно, почему такое произошло. Это дурной знак или обычное погодное явление. Что ж, по правде говоря, у ученых нет точных объяснений, только предположения, хотя звучат они довольно убедительно. Зеленое небо очень редкое явление. Многие считают, что такое случается, когда мощный ураган приближается к местности перед заходом или восходом солнца. Тогда небо здесь окрашивается в зеленый. Метеоролог Билл Каренс, который когда-то сам столкнулся с подобным, предполагает, что зеленым небом стало из-за большого града перед ураганом. Давайте разберемся, почему небо кажется нам голубым или любым другим в зависимости от состояния. Если коротко, Солнце несет все лучи цветового спектра одновременно. Оно может показаться нам белым, но на самом деле в нем есть все цвета. Все цветовые волны имеют разную длину. Например, синие лучи короче остальных. Они отскакивают от молекул воздуха лучше, чем красные волны, поэтому быстрее доходят до нас. Из-за этого в ясный день небо кажется голубым. В то же время красные и оранжевые цветовые волны длинные и движутся медленнее, поэтому они обычно остаются позади. Но когда Солнце заходит или восходит, направление лучей меняется, и эти волны доходят до нас быстрее. Значит, даже если рассветы и закаты мы видим красными и оранжевыми, в них все равно есть синие и зеленые волны. Но им нужно отскочить от чего-то, чтобы добраться до нас быстрее и стать сильнее красных лучей. Вы поняли, о чем я? Именно тут в игру вступает вода. Ведь из нее состоят облака. когда капли в них становятся довольно большими, но еще не падают, например, из-за сильного ветра. Они влияют на поведение света на небе. Сильные бури в основном состоят из воды и града, а вода лучше всего отражает синие и зеленые лучи. Именно поэтому реки и озера кажутся нам голубоваты-зелеными, хотя на самом деле вода в них прозрачная. Кстати, многое зависит и от водорослей. Итак, есть несколько основных условий, из-за которых небо может стать зеленым. Во-первых, солнце должно находиться на уровне горизонта. Приближающиеся грозовые тучи не должны полностью закрывать небо. Нужно, чтобы на нем оставалось место для солнечных лучей. Потом едва заметные голубые лучи направляются к грозовым облакам, но их отталкивают капли воды и град. Они становятся ярко-зелеными, смешиваясь с красным цветом закатного неба, и оно становится зеленым. Именно поэтому чаще всего такое небо люди могут увидеть только по вечерам. Конечно, это может случиться и днем, но будут задействованы не все условия, а значит, шанс увидеть зеленое небо днем еще реже. Тем не менее, если вы все же стали свидетелем чего-то подобного, паниковать не нужно. Это не всегда означает, что приближается страшный ураган, хотя шансы действительно высоки. Может просто начаться сильный ливень или пойти град. В общем, если вы видите, что небо стало зеленым, лучше спрячьтесь и не забудьте о своем автомобиле. Если вам повезет увидеть это замечательное явление из окон собственного дома, поверьте, это очень захватывающе. Вам посчастливилось стать очевидцем очень редкого явления. Некоторые люди говорили, что это зрелище было самым невероятным в их жизни. Бум! Пожалуй, это слово недостаточно красноречивая емко, чтобы показать вам взрыв во всей красе, самой мощной из всех, что вы когда-либо видели. Кстати, вы только что взорвали целое озеро. А ведь вы просто хотели запустить в этом живописном месте пару фейерверков. Но, должно быть, по пути вы просто не заметили предупреждающий знак. Опасно, разжигать очень строго запрещено. И теперь к вам быстро приближается стена горящей воды. Но давайте начнем с самого начала. Вы находитесь в провинции Альберта, Канада. И только что приехали на озеро Эйбрахам, и вид совершенно потрясающий. Пузырьки подо льдом выглядят как сотни замороженных медуз. На самом деле они состоят из метана, токсичного и легко воспламеняющегося газа, вырабатываемого бактериями, живущими на дне озера. Вот почему здесь и повесили этот знак. Если вы зажжете над этим льдом спичку, все вокруг вспыхнет ярким пламенем. К счастью, по дороге сюда вы заметили этот знак и убрали фейерверк, который собирали запустить. Да, в другом месте, в другое время. Другое озеро. Это, по крайней мере, не замерзшее, и, вероятно, такого с ним не случалось со времен последнего ледникового периода. Мы сейчас в Камеруне, на озере Ниос. Все выглядит весьма безмятежно, но не обольщайтесь. Оранжево-коричневые воды озера скрывают смертельную тайну. Озеро располагается на очень изменчивой поверхности, и с трещин с его дна выходит огромное количество углекислого газа. Когда Земля сотрясается, что здесь случается нередко, этот газ выливается из озера, распространяясь на многие километры по всей округе. Концентрация газа настолько сильна, что от одного вдоха можно упасть в обморок без шанса на пробуждение. Вот такая картинка. Но самое зловещие в этом то, что СО2 не имеет ни запаха, ни цвета. Так что вы даже не сможете его заметить или почувствовать? Местные власти установили систему труб, которые отводят газ из озера, что делает его относительно безопасным для людей и животных в окрестностях. Еще одно ядовитое озеро Киву находится на границе Конга и Руанды, и благодаря своим газам даже стало источником энергии для миллионов людей. Раз уж мы с вами забрались в Африку, то впадина Данакель в Эфиопии также вполне может претендовать на местечко, от которого кровь стынет в жилах. Названная самым жарким местом на Земле, она несомненно оправдывает свое название. Впадина усеяна чрезвычайно горячими источниками, ядовитыми кислотными прудами и активными вулканами. Пейзаж, мягко говоря, сюрреалистический, и это, вероятно, единственное обитаемое место на Земле, где просто не может существовать никакой жизни. Да, такой вот получился оксюмарон. Народ Афар живет здесь круглый год и собирает для торговли соль вокруг источников, в то время как ученые не смогли найти в них никаких доказательств микробной жизни. Истории известны примеры народов заселяющих места, которые стоило бы избегать. Возьмем гору Тамбора в Индонезии. Тысячи людей веками жили на ее склонах и вокруг них, вплоть до рокового дня 1815 года. Тамбора это вулкан, который решил извергнуться, в результате чего взрыв, уничтоживший абсолютно все на острове, был слышен более чем на тысячу километров. Выброс пепла был настолько масштабным, что им присыпало все окружающие острова, что стало причиной года без лета во всем северном полушарии. Это было самое мощное извержение за последние 10 тысяч лет, и после него гора Тамбора стала ниже на 1524 метра. Однако вернемся в наше время. Есть один остров, на который вас точно не пустят, хотя, скорее всего, вы и сами вряд ли этого захотите. Змеиный остров в Бразилии является домом для тысяч змей, что, собственно, следует из его названия. Все, кто ступает сюда, подвергаются серьезной опасности быть укушенными гадюкой. Остров также является единственным местом, где можно встретить золотую копьеголовую гадюку. Буквально встреча всей жизни, что тут скажешь. Это место настолько опасно, что Бразилия запретила туристам и любым другим посетителям приезжать туда. Так, мне уже пора. Теперь скорее хватайте самую теплую одежду и не забудьте меховую маску для лица. Мы едем в Эмикон, Россия. Это маленький городок на крайнем севере, который часто называют самым холодным местом на планете, где до сих пор живут люди. Единственное место с более низкой средней температурой — Антарктида. Это о многом говорит. Зимой, если вы вдруг забудете надеть свитер, второй свитер, еще один свитер и меховое пальто, Вы замерзнете всего за несколько секунд. Температура здесь падает до леденящего минус 71 градуса Цельсия. Свежие фрукты превращаются в куски льда за считанные минуты и становятся такими твердыми, что можно легко вбить гвоздь в дерево с помощью яблока. Прежде чем вы замерзнете, давайте отправимся туда, куда вас не доставит ни одно судно — на берег скелетов в Намибию. Сюда и правда можно приехать только на машине или на чем-нибудь прилететь, потому что лодки и корабли к этому месту приближаться не станут. Здешние воды очень коварны, внезапные порывы ветра швыряют суда на острые, скрывающиеся под водой скалы, которые с радостью врезаются в их корпуса. Само побережье простирается на сотни километров и делится на южную и северную части. Посетители на внедорожниках могут беспрепятственно въезжать в южную часть, но только около 800 человек в год могут попасть в северную, причем только на экскурсии. Доподлинно известно, что однажды в этой пустыне пропали люди, которых так и не нашли, так что это довольно страшное место для прогулок. Оно получило свое название от найденных здесь туш многочисленных животных. Хм. Тем не менее, около 50 тысяч коренных жителей выживают в этом месте вместе с животными, которые прекрасно адаптировались к этой среде обитания – тюленями, ящерицами, гиенами и даже слонами. Непригодные для жизни места можно ожидать встретить где угодно, но только не в самом сердце Европы. Тем не менее, Неаполь, один из самых известных городов Италии, построен на вершине действующего супервулкана. В 2018 году ученые заметили, что эта гора-монстр вовсю накапливает магму в своих недрах. Говорят, в ближайшем будущем он вряд ли будет извергаться, но всего в нескольких километрах отсюда находится другой вулкан. Небольшой, но не менее опасный и печально известный Везувий. Возможно, вы помните о его непосредственном участии в сожжении римского города Помпеи около двух тысяч лет назад. Да, вы, может, и помните, а вот меня тогда рядом не было. Этот вулкан был активен на протяжении довольно длительного времени, и граждане Неаполя, как и его гости, рискуют своими жизнями каждый день. А пока вы еще там, обязательно попробуйте местную пиццу. На северо-востоке Франции есть еще одно не самое приветливое место. Цепь несмежных районов была названа Зоной Руж или Красной Зоной и объявлена закрытой с 1920-х годов. Если по случайности вы все-таки окажетесь в этом месте, то увидите только увядшие растения и выжженную землю, сильно контрастирующие с пышными пейзажами остальной части страны. Почва и воздух настолько загрязнены, что людям запрещено там находиться из-за возможного удушья. В любом случае это место абсолютно непригодно для жизни. В Японии есть остров, который когда-то был закрыт для авиаперелетов на 8 лет. Мияки-Дзима это в основном вулкан, на склонах которого живут люди. Он извергается примерно каждые 20 лет. И последнее извержение произошло в 2000 году. Вулкан обычно не разливает лаву, а вместо этого выбрасывает огромные облака ядовитых серных газов. Только не забудьте надеть маску. Между прочим, во время вулканической активности жителям острова приходилось постоянно носить противогазы. И даже спустя годы после извержения люди на всякий случай всегда носили их с собой. Да, теперь нам всем это хорошо знакомо. Недалеко от того места, где мы только что побывали, в Камчатской области, есть невероятно красивая долина, в которой не хочется задерживаться слишком надолго. Ее называют Долиной Смерти, и она находится у подножия действующего вулкана. Когда гора выпускает свои пары, а происходит это довольно часто, токсичные газы тяжелее воздуха спускаются по ее склонам и попадают прямо в долину. У мелкой живности нет никаких шансов выжить, вдохнув эти выбросы, и даже более крупным животным и людям там приходится довольно туго. Еще одно смертельно опасное место для отдыха – пролив Сальцстраумен в Норвегии. Он выглядит безмятежным и чарующим, и вы будто слышите, как он радушно приглашает вас искупаться в его водах. Но лучше вам этого не делать. Каждые шесть часов спокойный пролив превращается в ревущую массу, усеянную огромными и мощными водоворотами. А все это происходит из-за приливного течения между двумя фьордами, которые соединяются проливом. Во время прилива поток воды становится слишком большим для такого узкого пролива, что делает его смертельной ловушкой как для пловцов, так и для лодок. В Боливии есть дорога длиной 72 километра, которую решаются пересечь только самые отчаянные смельчаки. Дорога смерти проходит по склону горного хребта и является главной достопримечательностью для велосипедистов, жаждущих острых ощущений. Уже давно был построен новый проход, который обходит стороной опасные участки маршрута, а первоначальная дорога была очень узкой, с пропастями, отсутствием ограждений с одной стороны и крутым склоном с другой. Частые оползни, туманы и дожди делали езду на велосипеде по этой дороге чрезвычайно опасной и непредсказуемой. Конечно же, это никогда не останавливало искателей приключений со всего мира от велосипедных прогулок. Если вы любите горячие источники, возможно, вам захочется посетить озеро Бойлинг в Доминикане. А возможно и нет. Оно находится в национальном парке и представляет собой впадину, где постоянно кипит вода из близлежащих рек. В горячем состоянии его поддерживают невероятно горячие источники токсичного газа. Кстати, пары над его поверхностью тоже весьма токсичны. Озеро привлекает немало туристов, но подходить к нему слишком близко действительно опасно. Говорят, что в любой момент оно может взорваться, что уже не раз случалось, и затопить окрестности облаками газа. Вы задумывались, почему птицы летают по кругу? Это происходит из-за термальных потоков. Термик Это большой пузырь теплого воздуха, который поднимается от земли. Вы когда-нибудь запускали воздушного змея в ветреный день и наблюдали, как он поднимается, опускается? Представьте, что ветер теплый, а не холодный, а вместо воздушного змея у вас птица или планер. Да, это теплый ветер был бы термиком. Термик возникает, когда солнце нагревает землю, воздух вблизи земли становится теплым и начинает подниматься. Это создает столпы восходящего воздуха, на котором птицы и планеры могут подняться в небо. Подобно тому, как вы используете ветер для запуска воздушного змея, птицы используют термики, чтобы парить, не сильно хлопая крыльями. Они могут кружить внутри термальной зоны и подниматься все выше, не затрачивая при этом много энергии. Особенно часто этот режим полета по кругу используют крупные хищники, такие как ястребы, грифы и орлы. Когда эти птицы кружат в небе, кажется, что они просто висят там, но нет, все дело в термальных потоках. Это помогает им, потому что, поднимаясь выше и не уставая, они могут спокойно искать пищу или следить за хищниками с хорошей позицией в небе. Термальные потоки важны и для других летающих существ, например, насекомых. Вы можете увидеть множество птиц, летающих по кругу. Держась вместе, они экономят еще больше энергии. Некоторые птицы, например, гуси и утки, летят клином, чтобы сэкономить силы. Интересно, что все птицы в стае по очереди возглавляют клин. По мере полета птицы, находящиеся впереди, устают, поэтому они смещаются назад, а их место занимает другая птица. Таким образом, каждая птица получает возможность отдохнуть и сэкономить силы. Термальные потоки способны создавать мощные штормы, такие как грозы. Иногда, когда вы видите птиц, летающих по кругу или клином, это означает, что они чувствуют приближение бури. Так происходит потому, что плохая погода сопутствует низкому давлению. Системы низкого давления это участки в атмосфере, где давление воздуха ниже, чем в окружающих областях. Когда давление падает, это может привести к движению воздуха и возникновению ветра. Если в воздухе достаточно влаги, низкое давление вызывает грозу, сильный дождь или даже ураган. Перелетные птицы часто используют свой острый слух и зрение, чтобы предсказать изменения погодных условий. Когда приближается гроза, меняется атмосферное давление, скорость ветра и температура, что может повлиять на поведение птиц. У некоторых других животных тоже есть интересные типы поведения при приближении плохой погоды. Коровы и другой домашний скот объединяются в группы для тепла и защиты во время грозы. Также известно, что коровы ложатся в поле перед грозой, чтобы облегчить дискомфорт. По крайней мере, так говорят некоторые специалисты. Есть мнение, что коровы предсказывают погоду и ложатся, потому что чувствуют падение атмосферного давления при приближении грозы. Но наука пока это не подтвердила, не обнаружив достаточно веских доказательств. Коровы действительно любят время от времени прилечь, но делают они это по разным причинам, например, чтобы отдохнуть. Поэтому, увидев лежащую корову, вы не можете быть уверены, что приближается плохая погода. Разные исследования показали разные результаты. В одном из них выяснилось, что коровы не демонстрируют никаких значительных изменений в поведении перед дождем, в то время как другое показало, что коровы чаще вставали, когда шел дождь. Очевидно, мнение самих коров никто не спросил. Впрочем, они не умеют говорить, так что все это мутная история. Земноводные, такие как лягушки, жабы, могут сообщить нам об изменении погоды. Если вы слышите, что лягушки квакают громче и дольше обычного, это может свидетельствовать о приближении грозы. Лягушки чувствительны к изменениям влажности и атмосферного давления, и перед грозой они становятся более активными и голосистыми. А что касается жаб, то, согласно исследованиям, они могут даже предсказывать землетрясение. Это связано с тем, что перед землетрясением происходят изменения в химическом составе водоемов, где живут жабы. Сдвиги в грунте вызывают эти изменения, что, в свою очередь, заставляет жаб покидать свои жилища. Ученые считают, что мы должны изучить эти закономерности, чтобы более точно предсказывать землетрясение. Собаки тоже чувствуют грозу и гром. Они ощущают изменение давления воздуха в атмосфере, к тому же слух и обоняние у них гораздо лучше, чем у людей. Когда приближается гроза, вы можете заметить определенные особенности в их поведении. Например, они могут стать более беспокойными, тяжело дышать или ходить взад-вперед, а также попытаться спрятаться в безопасном месте. Это происходит потому, что собаки чувствуют статическое электричество, которое накапливается в воздухе перед грозой и испытывают тревогу из-за громких звуков и ярких вспышек молнии. Некоторые говорят, что собаки могут предсказывать землетрясение, но доказательств этому нет. Но кого это волнует? Собаки в любом случае наши герои. Медоносные пчелы также чувствуют изменение давления и уровня влажности, и они используют эту информацию, чтобы предсказать приближение грозы. Пчелы – социальные насекомые, живущие большими группами в ульях или колониях. Вот почему предсказание погоды так важно для них. Им нужно защитить свои ульи и добыть пищу до наступления бури. Для пчел плохая погода может означать долгожданный отпуск. Это повод немного расслабиться и съесть всю еду, которую они собрали до этого. Звучит знакомо, не так ли? Пауки тоже обладают сверхспособностями, связанными с погодой. Они не могут точно предсказать погоду, но их поведение дает нам представление о температуре на улице. Когда становится холоднее, пауки ищут убежище в помещении. Поэтому, если вы видите в своем доме много пауков, это может быть признаком грядущего похолодания. Возможно, вы слышали, что змеи способны предсказывать землетрясение. Легенда, с которой началось это поверье, восходит к 373 году до нашей эры, когда змеи и другие существа, как говорят, покинули местность перед сильным землетрясением в Греции. Любопытная история, но убедительных доказательств у этой теории нет. Ученые признают, что змеи и другие животные могут заметить землетрясение на несколько секунд раньше людей, потому что они лучше чувствуют начальную волну. Но до сих пор не ясно, способны ли они предсказать землетрясение за несколько дней. А как насчет овец и их шестого чувства? Оно позволяет им предсказывать дождь и снег. Перед грозой они плотно прижимаются друг к другу, что может быть способом согреться и защититься от непогоды. Но эта теория еще нуждается в проверке и доказательств. Вы можете услышать вой волков во время сильных бурь. Многие считают, что волки воют громче в полнолунии. Но некоторые эксперты говорят, что изменение давления воздуха во время сильной бури может вызвать дискомфорт в чувствительных волчьих ушах, что и заставляет их быть. Но опять же, волки воют по многим разным причинам. Они делают это, чтобы сигнализировать об опасности, привлекать пару и общаться со своей стаей. Также нет никаких доказательств, что вид полной луны завораживает их настолько, что заставляет быть. Но в кино это выглядит эффектно. Уши акул чувствительны к изменениям давления воздуха и воды, которые обычно происходят во время ураганов и тропических штормов. Некоторые эксперты считают, что акулы могут их обнаружить и быстро нырнуть в более глубокие и безопасные воды. Исследования показали, что хищные рыбы вели себя подобным образом много раз перед штормами. Опять же, никто не уверен в этом на 100%, но, как и многие другие животные, они, похоже, обладают способностью обнаруживать изменения в окружающей среде и используют ее для выживания и благополучия. Вы привыкли подбирать попутчиков во время долгих поездок? Возможно, вам стоит узнать о дорожном мошенничестве, когда фальшивые автостопщики обманывают ничего не подозревающих водителей. Обычно мошенничество начинается с того, что человек, выдающий себя за автостопщика, останавливает машину на обочине дороги. Он может сказать, что ему нужно в соседний город или поселок. В некоторых случаях автостопщик просит остановиться в определенном месте, например, на заправке или в магазине, где он исчезнет с деньгами или другими ценностями водителя. Это мошенничество бывает и групповым, когда компания людей подкарауливает машину и просит их подвезти. А когда машина трогается, пассажиры угрожают водителю и крадут деньги, ценности или даже саму машину. Важно знать об этом мошенничестве и всегда быть на стороже, подбирая попутчиков. Лучше всего не давать деньги или другие ценные вещи тому, кто утверждает, что его нужно подвезти и никогда не останавливаться в небезопасном или незнакомом месте. Автостопщики не единственная причина, по которой вы можете попасть в беду на дороге. Кусок сыра это не то, что вы ожидаете найти на припаркованном автомобиле, да? И он может свидетельствовать о чем-то очень опасном. Одна женщина рассказала о подобном случае в интернете. Сначала она подумала, что ее просто разыграл соседский подросток и попросила подругу помочь с уборкой. Но как только две женщины начали оттирать растаявший сыр с лобового стекла, они увидели неподалеку что-то странное. Белый фургон, в котором сидели мужчины и пристально наблюдали за происходящим. Женщина была не одна, поэтому решила, что вполне безопасно закончить уборку, хотя ей и было неприятно внимания. Подругам потребовался почти час, чтобы соскоблить сыр, который расплавился под воздействием жара. Возможно, это была тактика ограбления. Большинство людей были бы настолько сосредоточены на уборке, что оставили бы без внимания ценные вещи в машине, например, сумку, кошелек или даже недавние покупки. Или, что еще хуже, это была стратегия похищения? Липкий сыр мог бы настолько отвлечь водителя, что он не заметил бы приближающихся к нему подозрительных личностей и вовремя среагировать. Главный вывод из этой истории. Если вы когда-нибудь увидите кусок сыра на своем автомобиле, оставьте его там, если он не загораживает обзор и не влияет на вождение. Самое безопасное заняться уборкой дома или отвезите машину на ближайшую автомойку. Там знают, как очистить что угодно, не испортив краску. Конечно, сыр мог появиться на капоте и случайно, но некоторые мошеннические схемы более очевидны, как, например, следующий распространенный метод похищения автомобилей. Если вы заметите футболку или толстовку, лежащую на лобовом стекле, или намотанную на щетке стеклоочистителя, не спешите ее убирать. Вероятно, эту вещь положили специально, чтобы отвлечь вас, пока вашу машину угоняют. Уезжайте как можно быстрее и ищите безопасное место, где светло и много людей. Там вы сможете без риска снять любой предмет, который оказался на вашем автомобиле. Некоторые даже находили деньги под щетками стеклоочистителя. Легко предположить, что у тех, кто их там оставил, были дурные намерения. Существуют методы, которые помогут снизить вероятность угона вашего автомобиля. Когда паркуетесь, держите шины повернутыми к обочине. Если колеса вашего автомобиля находятся в таком положении, воры с меньшей вероятностью смогут уехать. Они увидят, что для перемещения вашего автомобиля потребуется больше времени и энергии, и он сразу станет менее привлекательным. К сожалению, мошенничество на дорогах встречается довольно часто, и один из самых распространенных видов это схема с эвакуаторами. В этом случае злоумышленники оставляют на дороге масло, металлические гвозди или осколки стекла и ждут, когда водитель попадет в ловушку. Если в такой ситуации ваш автомобиль будет поврежден, мошенники внезапно появятся из ниоткуда и предложат услуги эвакуатора по чрезвычайно высокой цене. Они попытаются оказать на вас давление, чтобы вы воспользовались их услугами, поэтому чаще всего они размещают эти ловушки в тщательно продуманных местах. Они делают так, чтобы люди оказывались в затруднительном положении, в условиях плохой видимости и далеко от заправки, где можно было бы оценить ущерб, нанесенный автомобилю. В ситуации, когда у вас нет другого выхода, кроме как дать согласие на буксировку вашего автомобиля, они воспользуются ситуацией и отвезут его в мастерскую, неодобренную вашей страховой компанией. Это означает, что вам придется заплатить еще больше денег, чтобы вернуть автомобиль. Если вы водите достаточно давно, то вы знаете, что водитель, который въехал в другой автомобиль сзади, всегда виноват. Это потому, что вы должны держать дистанцию до автомобиля впереди вас, чтобы безопасно остановить машину в случае чрезвычайной ситуации. Некоторые мошенники используют это в своих интересах, резко тормозя, чтобы в них врезались. Эта опасная тактика используется для получения денег за мнимые ущербы и даже за мнимые медицинские расходы. Чтобы не стать жертвой такого мошенничества, снижайте скорость и держитесь подальше от подозрительных автомобилей или хаотичных водителей. Если мошенник продолжает беспокоить вас в пробке, лучше всего доехать до ближайшего полицейского участка и сообщить о нем. Представьте себе такое. Вы едете по дороге, вдруг мотоциклист привлекает ваше внимание и указывает на то, что ваши колеса дымятся. Вы быстро съезжаете на обочину. Затем мотоциклист предлагает помочь, вызвав механика, который проверит ваши колеса. Удивительно, но механик приезжает очень быстро. Он отключает вашу тормозную систему, пока якобы выясняет причину дыма. Затем он просит вас проверить тормоза, которые, конечно же, не работают, поскольку он их уже отключил. Притворяясь полезным, он предложит вам огромную цену. Мораль этой истории – сами вызывайте проверенного механика или буксировщика. Никогда не знаешь, кого встретишь на дороге. Существуют и городские легенды, связанные с вождением. Некоторые утверждают, что видели на дорогах человека, который идет не в ту сторону. В одной из версий этой истории говорится о человеке, который едет по улицам с односторонним движением в обратном направлении, вызывая хаос и неразбериху, когда водители пытаются объехать его. Говорят, что этот человек безумен и опасен с диким взглядом и склонностью к безрассудному вождению. В других историях он даже не за рулем. Утверждается, что если вы увидите этого загадочного человека на обочине по пути домой, вам следует развернуться и не возвращаться в свой дом по крайней мере неделю, если вы не хотите, чтобы случилось что-то плохое. Существует бесчисленное множество историй о встречах с этой загадочной фигурой. Некоторые даже говорят, что были сбиты этим человеком и в результате получили серьезные травмы. Несмотря на многочисленные рассказы, нет никаких конкретных доказательств того, что человек, который идет не в ту сторону, действительно существует. Эксперты считают, что эта легенда просто поучительная история, призванная напомнить людям о необходимости быть внимательными и соблюдать правила безопасного вождения. однако легенда сохраняется и продолжает передаваться из поколения в поколение, что делает ее одним из самых живучих городских мифов всех времен. Как вы думаете, кто победит? Голодный гризли или спелая ягода? Разъяренный тигр или красивый цветок? Огромный питон или зеленый куст? Ответ не так очевиден. Сейчас вы увидите, кто на самом деле контролирует джунгли и леса. Познакомьтесь с самыми опасными растениями на земле. Это вех. Он растет на заболоченных участках полей и лугов в средней полосе. Также это растение можно встретить на берегах рек и ручьев. Оно кажется безобидным, но это одно из самых ядовитых растений в северном полушарии. Токсины веха могут вызвать критические повреждения у взрослого человека за 15 минут. Но только если вы его проглотите. Многие путают его с артишоком, сельдереем и анисом. Несмотря на опасный яд, веха используют для лечения мигрени и кишечных заболеваний. Это растение нанесло большой ущерб домашнему скоту. Агератина, высочайшая, растет на полях и пастбищах. Когда корова кусает это растение, оно выделяет жирорастворимый токсин. Этот яд попадает не только в тело животного, но и в молоко. Телята, которые пьют молоко, также заражаются. А отравленное молоко опасно и для людей. Проблема в том, что это растение распространено в Северной Америке. Один из самых живучих осенних цветов. На современных фермах яд Агератины не так опасен. Но небольшим частным пастбищем он все еще создает огромные проблемы. Мы знаем два вида бобов. Те, которые мы едим, и те, которые использовал Джек, чтобы попасть в царство великанов. Но кроме них есть еще и ядовитые. Они называются касторовыми бобами. Они содержат один из самых опасных токсинов в мире – рецин. Как только он попадает в организм, он блокирует производство белков, необходимых для жизни. Без этих белков клетки перестают функционировать. Чем больше клеток разрушено, тем больше страдает организм. Касторовый боб выделяет рецин при сжатии. Несколько бобов могут вызвать обезвоживание, слабость, галлюцинации, судороги и другие проблемы. Семи бобов достаточно, чтобы нанести критический ущерб. Поэтому запомните, как они выглядят. И никогда не трогайте их, если встретите в лесу. Одно из самых красивых растений на планете также является одним из самых опасных. Это олеандр. В нем ядовито все – и стебель, и корень, и розовый цветок. Даже крошечный кусочек этого растения может привести к тяжелому отравлению. Для того, чтобы создать серьезные проблемы, ему не обязательно попадать в желудок. Одно только прикосновение к соку цветка вызывает аллергию. И не пытайтесь его сжечь, так как дым горящего олеандра тоже обладает токсическим действием. А теперь о самом коварном растении в мире. Прикосновение к нему принесет вам боль на несколько лет, а если не повезет, вы будете ощущать последствия всю жизнь. Растение гимпи-гимпи, также известное как жалющее дерево, внешне похоже на обычный куст. Оно вообще не выглядит ядовитым. Но если вы встанете рядом с этим растением, то почувствуете удушье, и глаза начнут слезиться. На его листьях есть тысячи крошечных ядовитых волосков. Они настолько легкие, что могут висеть в воздухе и разноситься ветром, поэтому если захотите рассмотреть это растение, вам стоит надеть противогаз. А если вы слегка прикоснетесь к гимпи-гимпи, проблемы вам гарантированы. Некоторые сравнивают один его ожог с одновременным укусом 30 ос. Ядовитые волоски легко проникают под кожу и вызывают раздражение и боль. Проблема в том, что вы не можете их извлечь. Помойтесь водой с мылом, воспользуйтесь дезинфицирующей мазью, и вы увидите, что ситуация только ухудшается. Избавиться от волосков нельзя, они остаются в коже, выделяя токсины и сводя вас с ума. Противоядия нет, потому что ученые до сих пор не знают, из каких компонентов состоит токсин. Он выдерживает холод и жару. Неприятные ощущения могут длиться несколько часов, дней и даже месяцев. Люди, которые прикасались к этому растению, говорили, что боль от укуса возвращается через несколько лет. Раз избавиться от волосков невозможно, то единственный выход – ждать, пока они потеряют свою токсичность. Но здесь возникает другая проблема. Вы можете сорвать один лист гимпи-гимпи в перчатках и отправить в лабораторию, высушить его и забыть о нем на несколько лет. И вот он лежит перед вами, маленький и засохший. Он кажется безобидным, но это не так. Даже через много лет ядовитые волоски остаются на поверхности листа и по-прежнему вызывают токсическое действие. Гимпи-гимпи растет только в Австралии. Он любит солнце и густые заросли. Раньше это растение представляло серьезную опасность для туристов и лесорубов. Но теперь все места с ним помечены предупреждающим знаком. На ботанических выставках ученые помещают гимпи-гимпи в клетку, чтобы люди его не трогали. Четочник молитвенный может иметь белые семена с черным глазком или черные семена с белым глазком. Это растение встречается в Африке, Азии, Австралии и в регионе Тихого океана. Некоторые виды были завезены во Флориду и на Гавайи. Вы можете увидеть это растение даже на городских улицах. Семена четочника используют в ювелирных изделиях и некоторых игрушках. Люди, которые носят браслеты из четочника, вероятно, не знают о токсичности его семян. Как и касторовый боб, он способствует разрушению клеток. Интересно, что семена этого растения используются не только в качестве украшений, но и для лечения некоторых болезней. Это единственное ядовитое растение из списка, которое выглядит ядовитым. Вы не захотите брать его в руки, когда заметите. Видите красный стебель, который больше похож на артерию или увеличенную нервную систему, а ягоды напоминают глаза. Воронец толстоножковый, он же кукольный глаз, выглядит жутковато. Его свойства также неприятны, как и внешний вид. Кукольный глаз содержит опасный токсин. Чем дольше он растет, тем более ядовитым становится. Химикаты кукольного глаза оказывают успокаивающее действие на мышцы и сердце. Это означает, что организм расслабляется настолько, что перестает работать. Вы наверняка видели это растение в реальности или в фильмах о дикой природе. Венерина мухоловка – редкий представитель плотоядных растений. К счастью, она не так опасна для человека, как для насекомых. Но не стоит совать в нее палец. Итак, вот как все работает. Растение открывает рот. Внутри находится красный лепесток с привлекательным ароматом. Это приманка. Муха или другое насекомое замечает ее, решает попробовать и забирается внутрь цветка. Венерина мухоловка закрывается не сразу. Крошечные чувствительные волоски внутри растения считают движение мухи. Если муха делает больше двух движений за 20 секунд, через долю секунды растение захлопывает свой рот. Эта задержка нужна, чтобы мухоловка не закрывалась впустую, когда туда попадает мусор. И вот муха оказывается в ловушке. Щетинки на челюстях растения работают как клетка. Добыча не может выбраться. Венерина мухоловка впрыскивает в рот пищеварительный сок, который уничтожает муху. Через 5-12 дней растение снова открывается и ждет новую жертву. Венерина мухоловка может питаться мухами, жуками, пауками и даже маленькими лягушками. Борщевик манты гацци это растение, которое наносит самый большой ущерб. Оно опасно не конкретно для одного человека, а для целых лесов и полей. Борщевик манты гацци инвазивное растение. Оно подобно паразиту, быстро размножается и уничтожает другую растительность в округе. Насекомые не питаются борщевиком. Людям сложно его уничтожать, поскольку он вызывает аллергическую реакцию на кожу. Он быстро растет, невосприимчив к ядам и долго живет. Борщевик манты гацци может достигать высоты одноэтажного дома и глубоко укореняться в земле. Он выпускает свои семена и легкий ветерок разносит их на многие километры. Ученые пока не придумали эффективный способ борьбы с ним. В природе нет ничего, что могло бы победить борщевик, но пока нет. Природа и эволюция всегда находят баланс.